всем привет так что-то больно тихо музыка играет ну да вот так так здесь все мы подготовили да вроде как были менее нормально и так у нас man of me down запускаю игру пока что и вот думаю на чем играть я думаю все таки на джойстике вроде как управление как раз построена под джойстик даже думаю очень прикольно будет джойстиком играть звук игры вроде как щас должен быть я как бы все настроил сразу медан вот так вообще бомба так да давайте все таки на джойстике наверно будем играть и я сразу подключу через юсб кабель потому что мне не знаю почему блин bluetooth такой я нихера не понять не может за то что здесь как бы на этом старом как его на старом геймпаде брутус довольно таки старый я хз почему так это очень старая версия иксбоксовского геймпаде к поэтому мы будем играть через юсбишечку вот так вот так вот по кайфу вообще будет уж хочу не поддерживаться что а вот все нормально так 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 ну-ка погодите-ка сейчас ну-ка погодите-ка сейчас звук есть это вчера у нас были кое-какие проблемы с этим так настройки сразу показываю качество графики все стоит на ультра я все поставил на ультра кроме hdr конечно я не хочу из соот соучить такой сал эффект рассеянного затенения на россии вот такой себе мне кажется сглаживание поможет хорошо а кстати но вертикально синхронизация кэш оставил да не ждешь там ничего не менял серьезно все серьезно капец так это ладно более это чисто случайно сейчас такая чувствительность это капец я лучше вот так вот так да вот так и так а вот насчет звук и язык так это все ладно субтитры включить обязательно да вот так так а по поводу яркость я поможет все настроил что погнали давайте начнем не играйте в одиночку на извини я один здесь одиночная игра погнали новая история до китайский рынок южно-китайское море новая чай когда начали то после прохождения канонической версии пройти историю выбрав другой путь у меня мы попробуем за один стрим пройти всю каноническую историю мэн офф мэдан давайте посмотрим график конечно обалденная у меня 140 фпс стабильно держится примерно тут похоже мелодия такая прям вообще бухают все начинается сбухла блин а ты чего все дружище давай-ка возвращаться на корабль стоп машина чё у красавчика чарли появилась тут еще одно небольшое дельце не нам по домах я все умею ли я до четвертая зачем хочу узнать будущее ой не надо мне тут будущем поехали рассказывай что меня ждем маньчжурия после тронера вы какой ты как вы просто хочет создать костя так стану я богатым расскажи мне моим снять у неё сын что ли есть я про сына своего хочу спросить он у него все хорошо будет как у него сложатся жизнь дракон или бамбук дракон или бамбук он будет яростен как дракон или он будет курить бамбук не давать и дракон уж кончатом взгляни на кость скажи мне что ты видишь так что брать предметы чтобы изучить ну так я вы вижу рыбу рыбу похоже на какой-то 7 наверное твоя судьба может прийти к тебе по любой из дорог она как таинственный ветер виде привет несет за собой смерть и страданий смерть смерть ой да ладно ты на 10 минут задержался понимать какого черта тюх 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 так rb неуверенность без рассудства альтруизм и эгоизм классно мне попробовать да ну а силенок хватит до 4 так тогда открою счет озвучка и субтитры немножечко не совпадает о ей не успеваю это это такая тренировка я насколько понимаю да ничёси коврой сказали что умеете драться ты чё мать охерела блин вот так вот скотина блин не успел на пока на пока с геймпадом были немножечко неправильно слушай нам правда пора так неуверенности безрассудство альтруизм это конкретно вообще я прокачал у него похоже одесса ну насколько я понял здесь удобнее играть на джойстик перемещение вот это все но блин я немножко не успел конечно с джойстиком посмотрим может переключить на клава мышь может на клава мышь и будет удобнее как за вообще конечно но блин вот так вот откинуться играть это куда прикольнее я бы сказал так а че здесь трупы что ли или чё кстати у нас сегодня три напитка кола рождественская водичка и компотик яблочный ты уболтал родаков на клава мышь новые обязательно прямо сейчас надо дать на блин сходу просто да а эти парни надрались по черному поэтому их взят класс класс нет компотик мой ням ням просто читая вас таких динамичных сценах падает аж до 90 fps какой-то не собили 109 143 вот так вот чё-то я чё за херни а так на клаву ничего мышь тоже скоро будет наверное потекло говно пошло говно по трубам просто и пары пошли воду говно попало и пары пошли ночью таях и за блин где все люди вообще нифига понять могут идти по лето все и гуляют какой дозу слышь и не наркоман да вообще на кой черт они метр сдались эти модеры такие поснимать надо вообще этих всех модеров у меня три или четыре модера блины нихера никого нет нафиге так тихо-тихо изучить можно а твой сынишка что ли географика вам бомба папе возвращайся скорее а так у тебя все-таки есть сын да ты ты сам-то больно молоды выглядишь для отца обозовет такая 10 ни хераси 50 центов ключики какой-то паспорт что ли ключик годовой ключик бери ключик как ключик а че изучать ничего не хочешь ну и ладно дохлый медик дохлый медик да я че здесь изучать еще что-то еще есть нет нет вроде как так а суда если ничего нет так окей и нам сюда так секундочку так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот так Вот так сделаем Угу, так нормально Все, можно играть дальше Так, окей, и куда ты пойдешь? Так, окей, понял Понял, тебе что-то шатает вообще конкретно Что, туда не пройти, что ли? Сюда именно надо Что за бред? Так Привет, Чарли Как отдыхается? Да, выпустите меня отсюда Да, как тебе в карцере, а? Что там творится? Вроде самолет и выстрелы Я тоже Я еще видел Труп Что? В лазарете Что-то не так Давай выбираться Давай Давай выбираться Что-то здесь не так Какие-то пары пошли Может, это галюны? Или что, хз? Что-то не похоже на галюны, блин Ага Понял Мне кажется, сейчас Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Спокойно Пока Ну, все будет хорошо Все будет хорошо Тихо Все нормально Мы живы Славьте Господи Мы живы Кто это? Блин, вот это вот Перемещение камеры И просто сразу меняется управление Это не очень приятно Что это было? Я, кажется, зато Что-то шел, блин Так, окей Давай, погнали дальше А что здесь? Так, погоди Туда пацан пошел А может, нам сюда лучше? Погоди Я вижу какие-то пары Прямо сразу Ага Ясно Спасибо за разъяснение Все понятно Это галюны Эй Чарли Сюда Давайте ангелу Чарли В смысле Я не так часто, что ли, нажимал? Что, обалдели, что ли? Еще он уже чаще, что ли? Вообще, блин Капец Опа Еще Не говори Уже минус 2 Какое-то безумие Какое-то безумие Какое-то безумие Это их Главнокомандующий какой-то Я не знаю, блин Их командир, наверное, расстрелял его Командиром может галюны или что? Так, ладно Нам не сюда Ты можешь бежать? Ага, бегать не можешь Ладно, понятно Понятно Все Так, тихо Тихо Господи Еще Что-то есть Кому-то повезло Да боже ж ты мой Да посмотри ты Ты дурачок Не дала Бакли Я недавно видел его в столовой Он был здоров как бык Вот бедняга А сейчас его скричило просто Бедняга, не бедняга Че поделаешь Так, это все меняет В принципе Ход событий что ли? Даже просто то, что я Посмотрел на труп Вообще странно Ага Кто интересный меня снимает С под лестницей, а? Нам все показывает Крупным планом пары Ясно Ясно Так, лб Чтобы идти быстрее Ну слава тебе, господи Тормози Может с другом будем идти? Слушай Хочу спросить Ты сейчас не чувствуешь Ничего странного? Я по-твоему люблю Потрепаться о своих чувствах? Ха Ты похож на ходячую развалину Чак На себя посмотри Отлично Стоим Поднимемся на пол А уже? Ну давай Подожди Заказали Это хорошо Лишь бы она Подходила Наверное Или что? Или Опять какой-то пацан Эй, чак Видишь там пацана Да это неплохо Нет Ты в порядке? Это галюные Это галюные Да Да Я все понял Это галюные это кстати если ты будешь весь стрим то напоминай каждый час перерыве чарли иди сюда надо жопу разминать все-таки друг друга почитали перестреляли огонь вообще на вообще огонь это с ножиком чё нож спину да мне сунешь но блин назад от пролезет такое перерывы а ну перерывы как бы разминаться надо жопу разминать вставать туда-сюда ходить перерыв пять минут он будет но каждый час так как стрим будет очень долгим наверно часов 5 вот так что надо разминаться какой-то пацанчик нас куда-то ведет скотина прям в пары а прям до допоздна ну вот это пацанчик или кому а когда ты успел а когда чарли это успел сдохнуть он перерез за себе год что наличие пацан пацан это не твой сын охренеть с ножом эй эй это голеный да это хор вообще огонь просто ну все это сердечный приступ подышался газа и сердечный приступ ну чё-то пока что не так прям пугает есть там кто-нибудь где все меня кто-нибудь слышит не значит такой себе кажись пора это что за хрень это еще что-то четырех рукой дерьмо блин да чуть здесь не так уж страшно зашибись какие у всех белые зубы что-то прям вообще ну это такое это интерактивный хоррор по сути то есть нужно много взаимодействовать то должно быть много скримеров все такое вот похоже на какой-то горловой пенни но это антология темных картинок их целых восемь игр аж будет как бы две игры уже вышло от аменов меданы и little hope еще шесть игр нас ждет в этом году осенью где-то в октябре должен выйти должны быть уже третье темные картинки и потом еще пять игр 22 23 24 25 26 это все года а вот этот был заставки так что возможно это какой-то рассказчик или кто блин вот только начало так что подождем вот здесь уже из little hope даже сразу так вот у двух игр уже есть какие-то отсылочки подсказки но блин этот хоррор весит 70 гигабайт в основном здесь один графон надеюсь очень много путей все такое скорее всего много диалогов ну и плюс вот например в little hope есть там один актер вот знакомая рожа прям вообще здесь по-моему не особо такие знакомые рожи дала да это я приветствую здорово в моем хранилище я хочу тебя в бункере делаю я не понял это хранилище рассказывать тебе или чё хочу фонарик трудно было достать или так антураж не до атмосфер не я хранитель хранитель истории история любви и злобе жадности и красоте жилья не особо так все таких историй как это у тебя видимо не антонимы а просто тупо слова чтобы записать то что вы расскажете этой истории еще не дописано и ваши действия определят ее финал она будет зависеть от меня жить те с кем вы столкнетесь или же их жизни угаснут безвременно мы принимаем решение руководствуясь своим моральным компасом и с этими решениями мы живем или умираем из-за них но не уже согласен смерти она ведь неизбежно за прожитую жизнь рано или поздно и и отдает каждый философ хренов но никому не хочется платить раньше срока правда да согласен да да как и в жизни по действий будут последствия ваш выбор непременно будет влиять на другим это понятно да я буду наблюдать за вашими успехами не вмешиваться подсказывать не вышли на просите смогу давать вам подсказки первую дарю спасибо о мире едины которые покажут вам возможное будущее картинах есть подсказки и изучить их и они помогут вам принять лучшее решение или точнее решение которое приведет к нужному вам результату я прощаюсь но скоро мы встретимся снова у нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки которые вы совершите да неужели ok погнали это моя первая картина огонь так чего дюки дюки милан а дюк милан это что-то должно мне говорить или что дюк милан это просто тупо название корабля не корабля это маленькая яхта и рассказал брат брат алекса невинности островами а дюков милан французской полинезии какой-то порт что лечит дюков милан а of я не видел это типа мэнов медан дюков милан алекс брат брэда молодой человек джулия неуверенность мотивации думаешь хватит если не хватит вызовем подкрепление слушай я я там еще ни разу не был ты мог бы показать как это делается ты серьезно но зажимаясь и прыгай серьезно не взял ни одного урока по дайвину на хреново очень хреново опа опа смущение мне неловко мне надо было да тебе надо было поработать я хотел но не вышло времени не было я все лето работа понятно понятно отговорочки пошли понять спаме ты чё чё ты хоть знаешь сколько эта камера с брата полегче что если полегче как сказать капец богатые и париться из-за мелочей не круто это нихера не мелочи дурак чё взял тебя что-то охренел я тебя обвиню взял меня серьезно меня он же мой брат джулия пригласила тебя да ну джулия она хотела тебя видеть а я хотел показать как ты крут а ты не крут будь крутым течешь ты говню круто отвечаю не что сорвался просто учеба в меди сплошной стресс да неужели и еще мы давно не виделись с джулией сам понимаешь отношение на расстоянии чтобы так всего две недели блин 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 ладно сопряживание ладно так особенности обновлены с алексом у нас энтузиазм островыми проводилась на немного зависти ну с алексом у меня улучшились получается отношения насколько я понимаю да интересно так погодите-ка я не понял стрим немного лагает что ли я отказать я якобы не из украины вообще без понятия я не понял стрим немного лагает или чё не палочу стрим лагает и слушай можно тебя кое о чем спросить что такое просто я тут пытаюсь принять одно важное решение не просите мединститут нет но погодить а чё стрим то лагает и чё понять не могу а чё ты молчишь ничего не говоришь чё погодите так из-за чего это может быть сильно так погодить а если я так так дать попробуем вот так вот это тоже очень важный вопрос понимаешь сложно сделать правильный выбор так погоди вот слушай сердце любишь опа я чё-то сделал только сейчас серьезно волнение без рассудства сестра конрад девушка алекс конрад брат жюри спокойствие опрометчивость на прометчивость эльфигова странно а чё но все равно окей давайте посмотрим слишком я высокий настройки поставил давайте попробуем вот так вот пардон кони это алекс привет чо как конрад берегись сестренка здесь дамский угодник рад встрече конрад это кстати брэд братишка привет брэдли мы будто знакомы я столько тебя слышала ну да аналогично брэн кого дать тоже все равно немного лагает хочу чё в чем-то прикол там ограничение частотой в 30 кадров нельзя было 60 там еще бы хотя поставить чё за фигня норм и ультра окей давайте вот так вот это немножечко уменьшим если честно ну возможно конечно из-за этого давайте вот так попробуем так опасение лучше не надо лучше быть покойным потому что круто они будут говорить что я говно я люблю пиво да блин 3090 мне кажется должно вообще вытаскивать офигенно ты брат птица высокого помета помета полета о начинается все же вроде нормально да самоуверенность уныние блин давайте будем правдивыми вообще нет сегодня впервые нырнул первый раз круто это будет не больно обещаю начинается опа с конрадом уже немножко так получше так зависит ушла на волнение тер появился в их боли инфига в чуть чего ты придурок ну вроде да действительно полетом этого корыта нетерпение смелость капитан дюков милан плиз все больно молода для капитана предложила бы вам располагаться как дома но вижу блин вроде как получше стало я вот смотрю хотя не все равно подлагивать и я не понимаю серьезно сейчас секундочку почему интересно я попробую вот так вот странно блин заметь вчера было все хорошо так я немножко изменил ключевые настройки в б.с. дать посмотрим да блин все равно какого хрена так сейчас окей давайте попробуем другое странно что она лагает окей давайте попробуем побольше битрейта всунуть может это поможет я честно хз вообще почему так ну сейчас стабильная картинка просто да ладно битрейта не хватало что ли серьезно не держи в себе да ладно кажется битрейта не хватало странно может быть вот здесь далековато от курса я думал про запасные точки если на камере ничего не окажется я раньше не слышала пары который вы ищете обычно в таких местах полно дайверов да этот не такой просто может еще повысить можете в других местах погрузиться я знаю крутые точки так оптимизм да оптимизм все рассчитал если он говорит что рек там он там нет но решать тебе но знаю вечно солнце светить не будет пойду помогу конраду и джулии с камерой окей давайте я повышу еще странно блин офигеть я сейчас ставлю 18 тысяч килобит секунды битрейт явно должно этого хватить чё игра такая блин прожорливая что у вас особенности обновлены а с брэдом получше но конрад и флис пока что так тебе ну ладно попробуем улучшить вы только полюбуйтесь выходит брэд все правильно рассчитал я в нем и не сомневался он молодец здорово помог флис мы нашли самолет да да времен 2 мировой мы готовы нырять по правилам мы должны сообщить о нем портовым властям он не зарегистрирован а по правилам точно не хотите сделать все по закону то есть ты предлагаешь не погружаться полагается мы чё в детском саду я предупредила да если мы просто посмотрим кто узнает ладно только давайте быстро я буду первой представляете еще немного и можно будет вас запускать будем вроде норм парня смотрят снаряжение все равно видишь что-то полезное окей так что-то мне это не нравится давайте попробуем средний тогда чё я хз почему так она жрет просто не в себя и проверь как там твой брат дискордами что-то лишь на типа дискорд сервер да короче сейчас посмотри хорошенько это чего какой вход хвосте есть небольшая дыра посмотри я посмотри внимательно есть лаги или нет и скорость сервера нет есть инстаграм тикток групп вконтакте я просто фотки смотрю блин на планшете вот хвосту хвосте вижу да я кажется по кругу пошел да и я просто ступо фотки смотрю да а да да я зарегистрирован так бинокль не вообще нет так еще бинокль здесь что-то я вижу это же видно да а теперь появилась хочу за хрень а я этого вижу чувака рубашечку рубаха парню вижу напиши свой ник я после стрима добавлю или в перерыве постараюсь добавить эй и тебе чё блин за хрень эй и тебе снаряжение почти готово окей так помочь может помочь я с ребризером еще не нырял думаю все в порядке но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения должна сказать я пока не в восторге от нашего капитана так так давай построго сниму что брось не стоит сейчас не ссориться если это это важно что нам не следует нырять все ей конец это я тебе сейчас выброшу забор не провоцирую скотина ладно я пока займусь ребризерами а потом мы вместе завершим подготовку окей скажи когда будешь готова это как не лагать все больше нормально у нас тут правило не просто так придумывают вам стоило бы об этом помнить давайте будем повежливы с ними но все-таки капитан ты прости что так вышло все немного на взводе просто мы давно уже планировали эту поездку понимаю но есть же правила и законы и обычаи какие нафиг обычаи нет ни одного случайного пункта сколько на твоем счету погружение такого рода 0 самоуверенность но нырял к паре рэков не эксперт хочу зарыки опыт имеется если это твой первый незарегистрированный рэк имей ввиду что нужно следовать определенному протоколу конце концов это может быть солдатская могила а типа и и незаконно да 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 сколько блин высокомерили агрессию ну давайте агрессивно будем не нужно немножечко кроме нас никого нет кто узнает то поймите наш маршрут зарегистрирован увидит что в самолете были дайверы нас тут же вычислят особенно если в сети появятся сувениры окей как по маслу соблюдайте там правила и постарайтесь пожалуйста не подставлять мою задницу ну типа во время войны там погибли солдаты вот это вот все что обязательно до брать чужое так она восемьдесят третьего года то есть на момент выхода игры ей было тридцать шесть лет серьезно ну да вроде нормально хотя она неплохо так себе держит ну не то что кинули а оставили то есть например подорвали корабль он утонул вместе с экипажем как несколько людей например ну и все получается как бы они там и остались это принципе солдатская как могила получается сейчас вот этот самолет хотят увидеть а может там они перевозили трупы своих солдат вот могилы все такое указанный инструктор имеет право проводить занятия по погружению с околангом с разрешения федерции с разрешения федерции эквалангистов федерации уж само собой понятно они погоди 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 возьми возьми эту штуку возьми ее обратно возьми скотина и сказал ну типа это аморально нужно уважать как бы их всех а вот что там было написано блин так долго не можешь просто положить и все да реально какой-то интерактивный хоррор это чё ты так быстро блин а опа картина надо про картины не забывать я еще к этой хрени хочу подойти блин вот двадцать девять градусов а чё ты выключаешься дебил а чё тара трогаешь не надо его трогать ладно включи скотина обратно обратно ясно все ясно да спустись ты федерции вот вот что надо первым делом посмотреть что-то вообще такое наш пацанчик где-то что ли видение открыто а их мужа так посмотреть до произвол судьбы ясно чё как как дела извини это пиво меня да 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 конечно конечно сочувствие это часть приключения часть приключения в лес под ногами его эту поездку не так просто испортить отдохни пока вылезай как полегчает что-то он вообще не в тему сказал ты дурачок мне наш брат реально дурачок какой-то папа давай открывай через у нас похоже джулия взяла с собой все духи если бы не цена запах и запах она счастлива чуть такое какой-то бабу херба мечет такой вроде погружаться собралась дела книгу блин так вот здесь еще справа была дверь вот этот туалет что ли чё за бред а я забыл что они могут быстро двигаться так эти ребри рип ребризер чик или ребриджер чик как там правильно он сидит она в общем это ребриз он гораздо круче обычного акваланга он берет весь углекислый газ который ты обычно выдыхаешь в воду и быстро рециркулирует его и он снижает время декомпрессии при подъеме классная штука в принципе может дождь находиться под водой и принципе декомпрессии то есть ты можешь быстрее подняться наверх флирт признательность спасибо за помощь ну ладно рыбки ныряйте а я посмотрю чем занята флис веди себя хорошо да с ножом вообще офигенно так хочу взять камеру или камеру на врачу зачем нам что-то какую-то палку брать с камерой я за главного давай сначала сфоткаемся циркуляция то есть рециркулирует то есть как бы проходит круг и опять не не говорить говорить так я чуть не то сделал что ли романтика предостава вот сегодня ночью может включим ее сегодня ночью когда будем погружение праздновать и свою палку возьмешь моя палка буквально пронзи палубу капец они смешные я смотрю а ты чё блин завидует или ревнует эти понятия или на жопу мою смотрит так скоро будет у нас перерывчик будет их будет их все огонь более-менее более или менее блины вот этот видел чтоб тебя она думает мы будем грабить самолет мне кажется жалко я палку не взял это круто из-за одной вещицы никто не пострадает я никому не скажу блин самолет как самолет чё ты блин дура такая еще и нетронутый это же охренеть какая находка давай поплаваем поищем вход давай но капитан как насчет пинты со старпомом с кем с каких пор ты старпом молотком был киен все равно нет щедрый красавчик клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочка ледяного это другое дело до ну давай безмятежность сердечком от бутылочки то уж надеюсь не опьянеешь и 36 лет мать красивый у тебя корабль где деньги взяла украла подавлен долгая история это долгая история все сложно сразу и не объяснишь да я парень непростой я несколько раз ходила в банк и подписала там кучу бумаг с большими цифрами ты взяла кредит умнее чем кажешься если захочешь может моя семья вложится твой бизнес очень щедрое предложение создался бизнес 0 обида признательность признательность очень щедрое предложение надо я даже не заметил я лучше позабочусь чтоб дюков милан вел себя хорошо а ты типа бортовой компьютер прикольно погода ясно ясно спасибо мать ни хрена себе у тебя доступ слушай становится довольно людно ясно так а спуститься вниз надо дать спустимся и посмотрим а может с брэдом поговорим и уже вроде брэд зовут который несет всякий бред туалет зайдешь нет а не хочешь ладно как ты тут мучаюсь из-за пива чувствую себя лузером так ты и есть лузер так полечи супик и сочувствием уже на отдыхе ты же в отпуске можно расслабиться я открываю общество трезвости буду там а то уже мухая надеюсь они знают что делают уточнение что ты знаешь вот это уже интересно и теории я решил проверить и если тут что-то на самом деле как ты его нашел скептицизм надо да сейчас как ты нашел этот трек все искали там куда летел самолет а я спросил себе откуда он вылетел смысле и где авиабаза у меня возникли догадки основанные на гипотетическом обратном маршруте и они оказались верными но если они про это уже не значит от рассказывать используя интерес интерес неужели по рассказам о второй мировой можно находить места для дайвинга да когда они начали погружаться на реки и я понял что могу быть им полезен я много знал о маршрутах самолетов путях снабжения я соотношу факты алекс и джулия погружались сто раз но ты понимаешь находить самолеты круче пара на палубу увидимся что ты так это странно у нас капитан и так сейчас будем на перерывчик тек 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 вот так вот так вот потом так вот так вот так и вот так вот Продолжение следует... 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 Парни, лучше сделайте крюк, у нас внизу дайверы. Ты придурок? Алекс и Бред. Теперь, ага. Че? Спокойствие, сдержанность, мотивация, альтруизм. Никакого сострадания, никакого волнения. Ну, красава, красава, конечно. А, я говорю, актеров нет знакомых. Моя лодку повредили, видели? Это ты себе лодку повредил, дебилина. Мы можем легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10, хватит? О, о, начинается. Я говорил, актеров здесь нет. Вот же это актер. Он играл человека льда в Людях Хиггс. И Пир, он играл... Ой, где же он играл Пир, это, блин. Какой сериал я смотрел? В больничке где-то держали, блин. Кого-то держали, как-то держали. Черт, не помню сериал, блин. Не это, блин. Не Академия Амбрелла, случайно. Блин, точно не скажу. Вот, вижу, братская могила. По типу этого. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Задний проход, да? Ну, не аж говорю, блин. Молодец, Конни. Аначе удивлена, что Конни его... Не такой тупой. Турель, мы пролезем здесь. Туннель. Это задний проход самолета. Дорогуши. Опа! А, она чуть ли не поцарапалась. Осторожно. Тут опасно. Ты давай меня не отвлекай, блин. Пропустишь даму? Нет. Дура тупая, блин. Чуть не порезалась. Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс. Ну, мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Опа! Наверх. Все, не будем тратить время. Все, не будем тратить время. Наверх, наверх. Наверх. Наверх посмотреть, дура ты тупая, блин. Как тебя наверх поднять? Не, ну, погоди. Ну, там тут же было что-то. Я же видел свечение сверху. А как подняться-то, блин, наверх? Вот. Там что-то узкое. Какая-то фотка. Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Давай легкомыслие. Что-то мне интересно. Не обламывай мне кайф. Все хорошо. Кайф? Серьезно? Я просто беспокоюсь о тебе. Давайте сразу минус один. Не бойся рискнуть. Продолжение следует... 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 и бабки валяются пустяк твой младший братец просто решил взорвать мой гриль хуанрад ты просто неисправим вот тревога да что там за лодка была рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос оплатить океану там деньги лежали на плаву мы должны самолет и он гигантский там столько всего господи хватит вы можете все на секунду заткнуться сейчас будем праздновать бухать и жрать до бухать и жрать так с алексом ну прям вообще до топа с флис очень все хреново смелость волнение эгоизм и сдержанность щедрость и хитрость куда-то ушли все из-за меня не лагает больше нет ничего все нормально знакомитесь с нашими искателями приключений а чё тебе не нравится вашей брат бред плавают с крупной рыбой как бы их тут не сожрали и джулия любовь всей жизни алекса а он ее любовь мы все так лаги есть или нет храбрый парень не так ли или может быть самоуверенный а вот и капитан флейс сильная решительная упрямая и бухая похоже на нее не действует чары конрада хотя она и бухает с ним будьте уверены вы помогли возможности которые еще порадуют прекрасно прекрасно да ладно я им помог принять решение которых потом порадует блин лишь бы все остались живы отвечаю и вот мы значит только что чуть тут все не погибли ну не то чтобы прям погибли а этот болван болван этот болван достает не знаю откуда кольцо кстати где хоть ты его прятал но не придам их же можете себе представить в каком я была отпаде ночью стильно братишка а конрад там разве не собирался принести нам еще пиво эти эмоции потом напился про нас забыл ну и выпил все что там было в одно лицо то есть подобный феномен уже наблюдался я за ним годами наблюдаю поищу нормально ты скоро будешь миссис смит как ощущение о мистер миссис смит огонь вообще алекс смит и брэдс мида так звучит неплохо по-честному я как-то не думала но звучит и в самом деле неплохо значит все запланируем и обсудим свадьбу так провокация не эмоциональность давай вот теперь мы говорим я быстро учусь теперь у нас вся жизнь будет сдохли блин все остальные так боялся что ты откажешь заверение конечно я бы согласилась балда я очень рад ты сказала да и я прямо увидел как перед нами развернулась будущее так как из видео обожание лучше чуть-чуть у меня все за кокетствует дебильный блин снимите номер уже куда все делись у нас же такой повод для праздника они все курс изменен обсуждая это позже они оба были счастливы скоростной катер не взял powerhead в погружении жилья вскрыла дверь кабину ножом сломала его это хреново что ли а чё-то моральные принципы предложение а собственно чутье и сделал джули предложение джуля сказала да олег джули объявили всем о своей помолвке вот а вот этот кессонная болезнь джуля дождалась декомпрессии перед всплытием от хорошо не знаю я как-то отвлекся да ладно смысле они недовольство или неодобрение недовольство официально хочу принести извинения за брата который ведет себя как пацан озабочен не страшно пацанам управу найду конрад что-то я пиво не вижу а точно пиво я уже несу неси давай дай побыстрее так с алексом прям вообще огонь с конрадом поменьше брат и флис вообще говно не сия алкоголик так раз мы все собрались давайте рассмотрим навигационный планшет может поймем как сюда попал самолет где планшет твоей сумке принесу вообще без эмоций где планшет ага принесу ну как ощущение после помолвки гора с плеч честно четко как я столько как дату в того слушайте отвечаю чтобы так ну-ка а чё они вечно выключают блин так не лезь пожалуйста ты тоже не умеешь управлять ну вообще-то мы были не на дне мы были на поверхности причем мать она уже пьяненькая она уже туда-сюда не настолько я сентиментален я про мединститут говорит что все равно хороший совет так а у нее вот здесь вот по-моему да не было где ее сумка мать а где твоя сумка а ясно так это не планшет это карта это не планшет это карта иди сюда красотка но сейчас таки дойдет таки дойдет и так ты прям захотел вот так а блин сейчас секунду вот это карта обычно это не планшет кто от этого откажется внимание зацените маньчжурское золото реальные затонувшие сокровища обломалась что скажете к координаты ну да это координаты пункт назначение самолета сможем завтра туда дойти это пара часов отсюда ну по погоде а еще что нашли сначала я нашла в тубусе план полета я его вытащила и прочитала что это спасательный самолет с американской базы и там были спасательные платы но одного не хватало это странно после войны дальние бомбардировщики применяли как спасательные самолеты совести у вас нет смысле я же говорила ничего там не трогать ну хватит не начинай опять я сейчас не про закон но мертвых они не сердили нет вы творите что хотите нельзя было там не мать ну спокойно сидели хватит а ладно давай извинись извините права мы были неосторожны мне очень жаль что так вышло все успокоилась может может и жаль вот все она спокойно и не надо было туда спускаться это не к добру думаете можно смело тащить оттуда что хотите но у всякой вещи есть своя энергия вы зовете призраков с морского дна мать ты заколебала в этом я как-то не думал да ты вообще редко думал что раньше я не слышал таких крутых страшилок этого не страшилки не развлекал очка в океане тонут люди их могилы надо уважать я согласен много страшилок знаешь есть одна из тут ну с алексом прям вообще до 100 создали случилось прямо в этих краях излагай будем вместе бояться да поддержка давай мы все уже заинтригованы только она довольно бредовая давай давай ну давай напугай нас да ну пусть поехали поюхали история реальная случилось прямо тут рядом очень странно да классика да ну не верю откуда знаешь она была начертана на истлевших страницах древнего журнала который я немал кармане самолетного кресла тот маяк стоял в атоле отрезанный от внешнего мира луч света во тьме от рада моряка смотритель слышал как волны бьются на скалистый берег вдруг из тумана выходит женщина она вся в крови и еле бредет по берегу без сила на рук на усмотрителю на руки рыдая он привел ее на маяк и стал расспрашивать по мужик-то молодец ловко веселье только об одном и думает она говорит я живу здесь на маяке мои родители сейчас наверху внезапно смотритель конечно сказал вовсе нет он много лет живет тут один а женщина все доказывала что ее родители наверху и вот они идут наверх маяка на полу лежат мужчина и женщина жестоко убитые топором и тут там охренеть у кого в наше время есть топор у меня на балконе есть топор двух человек порубили на кусочки топором отвращение жуть какая ладно и кто убийца короче женщина захлёбываясь рыданиями сказала что это ее муж и он там сидит шкафу да ты гонишь предостережение всем будущим жаном эй не отмажешься ты попал и не перейдет подкрадывается к шкафу открывает и так и есть внутри человек и он глотку себе вскрыл смотрите в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца ближе ближе и видит что это он сам глаза у него вылезают и он кричит вот это поворот признательность меня ты напугал и и тогда меня чуть не особо почему маньяк при чусь и хватит по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву да мой личный пухарики блин и что топор есть топор блин на даче топор это нормально да квартире топор ты маньяк чё за бред у меня дача есть чу хочу то будет три гавнюка три гавнюка приперлись сюда ты чё это силой мысли что ли ты придурок опа молодец молодец джуниор чё за джуниор зашибись ну кому-то врезали да какому-то джуниор тихо сиди тихо да зашибись это ты козлина да это ты козлина трое мудаков так кому снять кому снять а так это конрад что ли думал кому снять да ладно все равно бритые чё ты нормально все трое мудаков с того с той лодки приперлись ладно вы все бритые чувы не давайте флис тоже может она знает что происходит а вот у тебя усики по-любому есть да мать тебе больно давайте все перестанем молчать а где бред нормально это тебе я врезал да я крутишь идет сейчас узнаем что он же просто кидал деньги на вам вы вы пешки тебе здесь баксов хватит ну ладно 20 надо все вот так вот он этот кони могут быть рыбаки которых я вову я же говорю да это точно так ну-ка развязать сперва сядь 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 капец и лошара а я с тобой потом разберусь разберусь я с тобой потом разберусь никто не знает что здесь здесь детка здесь никого кроме нас давай-ка развлечемся а не пошел бы ты нахер дерьма кусок вот это правильно подых больно тихо 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 ах ты кусок дерьма вот кусок говна так сейчас надо успевать серьезность чего надо уроды чё у тебя с глазом блин вообще тихо 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 скотина слышь ты чего стын вот единственное более-менее нормально волнение вот именно потом с ним разберемся вот именно правильно потом я вам уже по-то надеру так с джули с брэдом с флиз выясните чего хотят похитители сдержанность безрассудство нетерпение и острой уме спокойствие опрометчивость что-то вообще ушли в жопу просто он меняется прям на глазах так припугнул да он из салема уступчивость надо быть спокойным дураков не надо дураков не надо злить ничего из этого не делать откуда ты ножницы взяла из своей сумки что ли дураков нельзя злить очень хотел сказать господи конрад нет пустите алекс эй руки убери это моя жена понял скотина сволочи эй гондон хлебар закрой хехехехе они ее бить не будут флиз не тронули флиз я смотрю с ними прямо спелось в смысле спелось салем это места где происходит little hole нет надеюсь порядке надеюсь он живой а чё безрассудство теперь появилось чё хитрость ушла или чё странно руки не показывай как приведут джулию попробуем на них напрыгнуть идут так готовимся кутаешки кутаешечки и чё напрыгнули дебилы эти пола поля отпустили что ли что с тобой делали ничего не трогали меня а нафиг так забирали что сколько у них денег прости меня что такое кольцо ах ты кусок говна ну блин надо забирать тогда блин это обручальное кольцо но блин мы в жопе тогда будем если попытаемся его забрать ничего ничего в смысле ничего с ножницами надо в глаз тому второму выклик глазу до 2 3 4 5 6 7 8 8 секунд у них был катер может его угнать да да у них катер у головаря есть пистолет но стоп стоп 8 секунд 8 милях это действительно так считается или он просто тупо якобы как бы математически потому что если он хотел рассчитать скорость звука именно то это около 1100 километров в час скорость звука за 8 секунд но это 1100 нужно разделить на 3600 вот ну получается ну где-то 0 3 примерно вот 0 3 километра в секунду до до 300 метров в секунду за 8 секунд это получается 2 и 4 километра это полторы мили это не 8 миль скорость света если брать стандартно это 300 тысяч километров в секунду это уже совершенно другое то есть я не знаю это это неправильно я бы сказал это бред какой то кто может браться на катер дать сос дать сос оптимизм давай если отвлечете их я залезу на катер чувак с пистолетом и не заметит пока я не уплыву 7 секунд я пролезу в окно только сначала надо его выбить слишком громко нет 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 но он же я насколько понял он хотел понять как далеко шторм потом если меняется звук ну время если меняется по времени интервал между ударами молнии то есть теперь 7 секунд то есть они по сути по течению движутся в направлении к шторму вот то есть видимо он это хотел понять и он хотел понять я не знаю он хочет как-то использовать что ли шум грома чтобы его не услышали или что а дождаться удара грома вот вот да 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 смотри в оба и двигай на катер ладно пошли раз два четыре пять шесть эй о чем ты думал ну какого хрена то мать ты дура конрад двигай на катер так смысле я ж по звуку делал блин алё чё за бред блин я по звуку делал алё чё за бред напасть а блин я не а чё так быстро то в смысле я ничего не понял до хрена секунд я не понял тихо не стреляй не стреляй дебил нет 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 тихо тихо спокойно все что минус один да блин а чё кутешка такая быстрая была блин блин я не успел вообще капец садись вон там ты сюда все живы зиби сядь зиби зиби по французски ни хрена себе ну это французская полинезия по-моему просто любит жизнь да блин олксен сюда олксен сюда блин чё за бред а чё так быстро я вообще ничего не понял чё произошло и кто из вас мне расскажет про это манчужское золото у тебя аж глаз опух слушать так ослеп смотри не зря она полна была сбегать блин к чёрту просто хоть и одного бы спас это чё чё такая дикая аж все даже ничего не вытирает просто под со лба вытирает и все эй конрад ты сделал что сколько так заткнулись живо ты бы хоть кровь бы вытер и заверение мы просто разговаривали говорили говорите тихо я скажу окей флис в этом замешана она с ними плавает в одних водах так она тут капитан а ее не тронули слила им про маньчжурское золото они в сковоре ярость ты с ума сошел как тебе в голову эта хрень пришла как ты только смеешь мажор черт а он не мажор ты все за одно это ловушка ты нас подставила эй мудила рот закрой вам это самый прикольный персонаж отвечаю ооооу а может нужен блин с александир всё хреново тихо тихо все вы все вы тихо 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 все хорошо все спокойно тихо кто флиз о мне кажется но только давай без глупостей а то сильно пожалеешь у кишки да вы сейчас ушел как милан запрашивать сводку погоды прием уступчивость я просто хочу про шторм узнать дадите информацию лучше этих придурков это не злить все нормально посмотрим посмотрим хочу альтруизм спокойствие сдержанности мотивация девяноси волнения это не тут опа опа увидишь увидишь почему я так сделал их просто банально нельзя злить они просто могут пристрелить если что это сразу минус 1 или минус 2 даже какого хера делаешь в болин затапливает так ну экшен туда хочешь я хочу всех спасти блин а где брэд спасибо кто-нибудь знает где брэд он где-то прячется молчи дура дура молчи блин а там вода да блин он может утонуть нельзя его там оставлять он может утонуть надо его вытащить он в опасности брэд бро выходи блин он может утонуть блин пришлось блин пришлось он реально мог утонуть там хрен знает где он там претался блин он весь мокрый блин и холодный блин и холодный опа погодите это не тот корабль который был начали да ладно все же голенчики пойдут да точно это тут корабль блин так мы более блин вы дебилы даже управлять даже не можешь этой странной лодкой были дебил блин французский дебил просто пока никто не умер и слава богу все могло сложиться совсем иначе могло сложиться слава богу и все хорошо по доброте душевные я мог бы некоторым образом предупредить вас о том что грядет хотите но любопытство да кто прожден он вооружен да отлично обратимся за вдохновением к поэту венецианский купец акт 2 сцена седьмая принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает не все злато что блестит вот что мудрость говорит да 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 теперь когда напряжение достигло определенной высоты полагаю вы жаждете вернуться к своей истории но вот в чем дело все совсем не так как кажется на первый взгляд в книге прячется бухло да не следовало мне этого говорить все совсем не так как кажется на первый взгляд это галюнчики да по любому галюнчики получается сейчас и наши галюнчики схватят да и весь корабль скотина помел на порт на порт вид на порт для порт о к только аккуратно прошу крышку трамблера а чё это значит вы чё-то с движком делаешь что ли да да блин ну скотина он разбирается в этих кораблях да не она нам всем конец здесь отвечают все схватят сердечный приступ галюнчик и все дела вообще огонь чёрт побери куда мы побили спатье джуниора буду озвучивать как это как бриллианты в руке спасибо да да мы на этом странном корабле блин так я закон рода игры да такой большой корабль такая вот сюда пойду а сюда нельзя окей все понял да да я не вижу чем там горит китаец более-менее нормально блин ну реально китаец похож не кореец же на корейца меньше похож чем на китаец весь этот корабль плавучие могилы да изучать нечего а который вначале был да браслет да ну чё за ты растяпа а ну мать ну то кольцо блин да я знаю перерыв то кольцо блин то браслет чё за растяпа богатенькая конечно блин насрать абсолютно а чё за растяпа блин так так просто какая то растяпа блин маша растеряша так и как это да да Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так, нет, не картина, а секреты, наверное. Блин! Дайте посмотреть. еще вы не дадите мне посмотреть таки ческоты что ли вообще вот говнюки блины этому это можно посмотреть отпустил блин я думал не обязательно держать что смотреть все спать да фига ты в татуировках джуниор и шо это тут у нас спасибо спасибо вот тебе и темно экономь фонарик если что так покинут корабль уверенность согласно нашим наблюдениям это какой-то корабль если ты не прочь и тем более это заброшенный шутливость и мыши кривость открыл полегче нельзя просто сидеть нужен план план да да без него никак не в том положении чтобы хоть как-то трепыхаться может курить с ними ввиду надо этим пользоваться и планчик нужно закурить что-то так одобрение подавлено здорово побили одобрение здесь опада я одобряю это это ржавая корыто в любую минуту может войти ко дну да мы уже пытались сбежать и по-моему ни хрена не вышло этот точек крышка трамблера без нее мы никуда не уплывем так надо выбираться да любопытство что такое окей а что это крышка трамблера представь что говоришь с тем кто вообще не разбирается в яхтах да крышка трамблера служит для распределения высокого напряжения по цилиндрам которые потом это важная деталь осознал дак они ищут маньчжурское золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу нам надо придумать как так особенности тревога невинна сдержанность и нетерпение отсюда свалить близ близ сказать help me please я наверное все неправильно понял да неужели дебилины в общем я хотел бы извиниться несколько поторопился с выводами решил что ты типа заодно с этими уродами или там но я дураку ясно что это не так они обошлись тобой ничуть не лучше так что хочешь переведу он извиняется ну я ладно извинения типа приняты почему я закон рода то игра и не хочу закон рода играть дайте мне другого дебилы а по вентиляции что нашел для может зря я прям так сейчас так тормози тормози давай скоро пройдемся а газета что случилось чами на американский жестокое убийство сорок седьмого года археологи пропали в ираке 24 британских археолога пропали без вести в ираке в горах загроз экспедиция хочешь сона прибыла в королевство в сентябре прошло года для поиска какого-то говна так пошли дальше тормози у нас тут есть картина почему это сорвали со стены 2s каких то как это какой-то песик на корабле херня какая-то этот корабль так месяц джей ривера привет куколка я как под я так по тебе скучаю мне еще три месяца до отпуска и я сразу же отправлюсь приемков ты объятия три месяца я был с ребятами в увольнении на берег выпил там немножко пива но ты не волнуйся я думаю только о тебе если понимаешь о чем я как там работа надеть свой босс тебя не донимает я знаю что ты можешь себе позаботиться но все равно жаль что я так далеко и не могу тебя защитить пока я стою в карауле в трюмах только делаю что размышляю внизу темно и страшно другие парни видели как вокруг кто-то бродит но ты всегда моем сердце и бережешь меня скоро приеду на эту работу механиками тогда мы сможем пожениться и завести двоих детей мы будем счастливы вместе вечно очень тебя люблю целую миллер миллер это не тот алкоголик мы выбрались с ребятами на берег попить пиво это тот миллер или не тот миллер завести двоих детей а как бы уже вроде и так пацан есть или это был не его пацан хз вообще очки очки как очки даже думать не хочу что эти парни с нами здесь эй нам скоро можно вернуться да давай пройдись побыстрее пожалуйста че такой черепаха блин еще дверь есть ага да не очкует а они будут он будет за нами следить да чудесно там не золото там газ скорее всего нервно-паралитические после второй мировой от немцев достался все договорили отлично так окей этот будет за нами следить знаете давай ну как не могу открыть сюда если крови свобода свобода стоп 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 мы не знаем куда ведет эта шахта вот и выясним уже там не будет вот и выясним мне выбить решетку ну конечно альфа самец должен отвлечь их будет шумно да ладно конрад задел он просто груша для битья отвечаю отвлечь лучше мне кажется давайте по плану действовать эй да вы Джон и Сильверы хреновы чем вы там занимаетесь разроси меня гром уроды вы подноногие да и якорь вам в жопу да вы я сейчас посшибаю с ваших плеч пиратских попутаев и сварю из них разноцветный суп эй эй предупреждаю я гражданин Америки хотите чтоб мой президент принялся вас арестовать пошел ты он ведь придет за каждым лично собственной персоной ой блин эй слышишь меня сучок с тобой говорю алло давайте пошли уже придурки подвинуть заорал скотина да так ну давайте посмотрим что здесь будет у нас ну что оторвались опа а здесь уютненько да уютненько дебелины тут наверняка есть лестница напряженный моментик так я сто раз сюда заверну что это за хрень так семь членов экипажа правила неочередных караульных нарядов в связи с особыми мерами безопасности на этом задании солдаты несущие караул должны соблюдать дополнительные правила удовольствовать охрану на всех постах во все смены не разговаривать не играть не курить не употреблять алкоголь не делать ставки караульные уличенные в нарушении любого из этих правил будут подвергнуты самым суровым наказанием вплоть до военного трибунала приказ капитана форда парни в 3а нельзя никого не запускать серьезно никого ноу бады реле ноу бады все больше ничего так отлично и где мои придурки блин я тут до изучаюсь елки палки мне хана здесь просто будет отвечаю и чё чё за тайна блин хрень какая-то сейчас что-то вылезет отвечаю мне хана блин ах ты ж крыса сраная блин обосраться может и чё блин а и все всего лишь блин иди поживее как-то ну чё за придурок блин куда смотрит наверх дурачок или только притворяешься по-моему ты дурачок еще тот у меня аж мурашки по коже там баба была что мне мне что-то не показалось надеюсь интересно куда все подевались тут должны быть десятки людей звучит там баба была блин они могли исчезнуть оставив здесь все свои ну зайди что ты за придурок блин а где же стрелочка вы здесь юмориста хрена блин тебя крыса напугала там еще баба какая-то была мать твою чё блин о по туалет и о сейчас опять что-то будет отвечаю а нет просто письмо какое-то милая или я направляюсь домой я наконец-то направляюсь домой мы услышали об этом еще несколько дней назад но хотел знать наверняка прежде чем писать тебе вот и все вот и все радость моя последний поход через через тихий океан я снова буду с тобой и девочками скорее бы вас всех увидеть скажи Джилл и Нэнси пусть радуются уже скоро приедет папа и у них и у него для вас всех подарок я перед отплытием сходил на рынок и купил там разные отличные вещи которых у нас не достать я очень рад что снова в море на суше тут жарче чем в оклахоме летом спрятаться от жары некуда у меня все нормально я ведь получаю твои письма они придают мне силу а вот некоторым ребятам приходится туго вы помните винтерса и сталцы мне кажется бедолага уже спятила от долгого похода его надо было отправить домой но он не набрал очков для демобилизации очков? что это? я знаю действительно пугает меня он продолжает говорить мне что на корабле есть маленький мальчик который каждый раз ведет его в трюм а потом убегает зайца у нас тут быть не может сейчас когда война закончилась наш опера отдел бдит как никогда этот кусок наверное вычеркнет вычеркнет цензура да кстати да но все же вот до чего может довести человека такая служба на железе мне пора милая снаружи какие то беспорядки обычно это значит что в ближайшее время я буду сильно занят скоро напишу тебе еще целую роберт какое то робертило и сломенный унитаз что и все? погнали погнали обратно сейчас кто то вылезет да? смотри ка нет здесь значит вылезет да кто то? кто то дамочка да вылезет? опять что ждет? кого ждет? меня ждет что ли? ты слышал? если ты имеешь ввиду кое что все огромное что ты хотел блин дурачок почему я за Конрада играю а? дайте мне другого чувака у меня что то не особо желание за этого дурика играть опа че это дневник ах и че? тебе жарко да? книжка да книжка блин как апохала ясно Academic я выявила проблемные места крупостью конструкции и трещинами в некоторых секциях грузового отсека номер один и поручил ремонтнику провести необходимые сварочные работы. Я посоветовал капитану не подвергать корабль большим нагрузкам, особенно в плохую погоду. Любое агрессивное маневрирование может привести к перелому корпуса. Охренеть! Просто тупо на ровном месте перелом корпуса. 20 июня я отреагировал на жалобу о том, что некоторое электрическое оборудование неисправное. Я обнаружил, что на контактах некоторых компонентов образовались оловянные усы. Я очистил контакты и добавил припой свинца. Он прекратил замыкание и должен замедлить рост усов. Какие еще оловянные усы? Че это значит? 21 июня я провел тщательную еженедельную проверку топлива, масла и жидкости в машинном отделении. Проверка показала уровень масла в цилиндрах неожидаемого. Я напомнил персоналу машинного отделения, чтобы они внимательно относились к ежечасным проверкам и при потере давления оповещали инженера. 22 июня кораблю попал в сильный грозовой шторм, начавшийся вскоре после полуночи. Молния вызвала дуговые разряды в подъемных тросах, висящих над палубой, что привело к ущербу. Смазка вскипела и повредила часть тросов. Мне доложили, что основные проблемы шторм нанес электрическому оборудованию. Вероятно, этому дополнительно способствовали оловяные усы. Несмотря на сильное волнение, сообщения о повреждениях конструкции корабля не поступало. Чтобы провести полную оценку червы, мне уже будет работать всю ночь. А, в смысле, только четыре страницы и все? Я думал, мы еще почитаем. Нет? Ну и ладно. То есть, реально был грозовой шторм, и в этом были все дела. Блин, я все изменяю и изменяю курс, похоже, да? Что-то потихонечку я изменяю. Так, ну это идти дальше, да? А поизучать что? Никто не хочет ничего изучить? Так, тормози. Это еще что за хрень? Какая-то черепушечка чего-то. Это какой-то ячер или что? Ничего себе. О, еще. Надеюсь, будет сейчас куча историй просто. Четверг, двенадцатая. Капитан запретил пить аж до конца плавания. На трезвую-то голову, сразу понятно, до чего на корабле тихо. Ну там подрались эти два дебила Уилсон и Андерсон в плавнины. Но Феррис сразу все пресек. И с тех пор тут тихо, как в церкви. Побалакал с парнем, который помогал грузить на корабль. Он сказал, что среди прочего там была куча гробов. Ну и че, вроде как. Но он сказал, что там один малый сидел, чтобы все гробы грузили строго в один отсек. Чтобы только так. О простых вояках так не заботиться. Я вот теперь и думаю, кто мог в тех ящиках быть? Там не могилы. Там нервно-паралитический газ, похоже, был. А не могилы. А может вместе с могилами. Хер знает ли. Пятница тринадцатая. Зашибись. Феррис сказал, один из ребят наделал самогон из припасов, которые они натырили. В шесть часов надо с ними встретиться, заценить, чего там. Самогон получился фигня. Феррис сказал, что за четыре кружки окосел. Но сказал, что он гонит. Это ж просто мутная водичка. Суббота четырнадцатая. Я услышал, как один малый говорил, что смог посмотреть на эти ящики. Надо его найти, узнать, что он видел. Может, и мне поможет поглядеть. Все заметано. Он уверен, что сможет меня провести. Сегодня ночью бы туда посмотрим. Так, ну-ка, что там еще есть? Так, воскресенье. Все обломалось. Малый, который хотел мне помочь, слегнул заряд. Док Финли думает, что он сачкует. Может, так оно и есть? Но Миллер говорит другое. Мол, с тем местом что-то неладное. Не знаю, о чем это, но он тот еще тип. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть. Я так скажу. Феррис говорит, ребята нагнали еще самогона. Если честно, вломайте и пробуйте. Над чем еще заниматься? Новости. Новая партия вышла хуже предыдущей. Чтобы я еще раз шел к этому тупому Феррису. А, вот так вот он записал. Суббота. Я прошлой ночью стоял... Суббота 21, короче. Я прошлой ночью стоял вахту с Воловицем. А-а-а, Воловиц! Дай, Руба, еврочек! И что, со страху там из-за него не рехнулся? Воловиц тоже напугался. Ну, конечно, маленький, 40 килограмм весит всего лишь. Тоже напугался и давай нести чушь про какого-то сержанта Джонса, который пропал без вести в джунглях. Вот что-то как раз Джонс и его ребята в тех ящиках бывают домой, как и мы. И успел заглянуть, и, господи, там все было, как парень в порту говорил. Ящики так расставлены все, укрыты флагами, опрятные такие. Если там правда Джонс, его упокоились с честью. Дядюшка Сэм нас никогда не оставит. Он сделает все, чтобы все мы. Чтобы все мы? Нет? Не дает? Не хочет показывать. Видишь, какая гнида. Так, ну-ка. Да иду я, иду. Че ты, блин? Не, мать просто стоит и ничего не делает. Вообще огонь. Газ пошел, и сразу я увидел бабеху. Все, это мураски, это мураски по косе. Ответяю, это мураски по косе. Это стласно. Картина. Алекса бьют? Окей, а как этого избежать? Это Олсен, кажется, бьет, да? В линии сейчас только картина пропускал? Да не, не может быть, я же все проверяю. Здесь нет столько картин. Алло, в смысле? Уже жопа устала. Он такой, как обиженный мальчик просто ходит. Смотрит все везде. По-моему, внизу что-то движется. Фонарик выруби, дурачок. Это джуниор? Да. Там кто-то есть. Щ-щ, ну-ка, тихо все. А, это Олсен, скотина. Олсен, да. Да, Олсен, и че? Я схожу за ним. Надо быть осторожней. Нельзя торопиться. Вдруг заподняют. Нам придется рискнуть. Ой, мать, зря. Ой, мать, зря. Опрометилась тревога, хитрость, безрассудство. А что стало с невинностью и шутливостью, а? Не глядите, Бога. Ой, мать, это ты зря. Ты босиком, что ли, дура, ты? А вот это ты зря. Ты сейчас упадешь и ногу сломаешь. Твою мать. Флиз сказать. Ложись. А, с Флиз теперь все хорошо, ладно. Дэнни? Вот сейчас все испортит. Брэд, кажется, все испортит сейчас. Ой, дура, тупая. Проклятье, лиз у них. Заткнись ты. Где остальные? Блин. Надо было чем-то тяжелым ударить. Отвлечь. Что, спас, что ли? Да, кажись. Да, да, воничь корабль еще тут. Давай, идем за ними. Окей, пошли. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так, мы их обгоним. Хочется верить. Я справлюсь. Так, отлично. Теперь я за Алексей играю. В общем, этот дурачок именно пошел. Так, ладно, сюда нам не надо. Так, 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 ну-ка. Это у них типа часовня? О боже, зачем мне сейчас на это смотреть? Что за бред? Внутренний циркуляр. Вся команда отсек 7C преобразован во временной часовне до конца похода. Проходим мимо отсека 7C. Все члены экипажа обязаны соблюдать тишину и вести себя уважительно. Подпись. Капрал Мур Капеллан. Копии для интенданта АМС. А, так она подошла ко мне. Телки-палки. Я думаю, что такое, блин? Что за бред? Так. Что это? Слышит? Это бывает. Не смешно. И что, ничего нет, что ли? Серьезно? Вроде ничего не упускаю. Что тут творится? Я увы, ты добылась бы? Мы убыли. Ладно, пошли. Да. Ты дура, мы на кухне не были. Дура, ты тупая. О, наконец вернулся. А я что, даже не сказал приятный аппетит. Что-то я не подумал. Эй, осторожнее. Сейчас не время херней страдать. Классный нож. Неплохая может выйти компенсация для этих уродов сейчас. Нужен, нужен, понадобится. Мало ли что? Может пригодится. Ну как все? Да не особо все, блин. Волнение и спокойствие. Что за бред, блин? Ты либо спокоен, либо волнуешься, алё. Так, а это что такое? Эй, сегодня по графику мясная запеканка. Ммм, вкусно. В какой-то момент время как будто замерло. Весь корабль перестал работать. А где мясная запеканка? Я не вижу. Мясная запеканка. Это тушеная печень и зеленый горошек с маслом, что ли? Хрен знаю. Вкратце что было, ой, блин. А на чем ты остановился, когда тушил? Ну а не вы... Мать твою. Зачем так... Опа. Зачем так громко-то, блин? Давай, давай, напугай меня. Господи, боже. Алекс, что там? А что она до сих пор свежая? Забота или правда? Правда. Фу, иди посмотри. Я сейчас вырвет. Ого. И вся реакция. Ого. Это. Короче, их как бы в трюм закинули. Но они смогли выбраться благодаря мне. Суп дюжуха, мадемуазель. Можно подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Так, это. Да, да, опять пошло все. Это. Пираты где-то вот на корабле ищут их. А это еще что за место? Думаю, это правильный путь. Опа, там картина. Да, это правильный путь, не то, что там картина. Если увидел картину, обязательно смотри на картину. Это вы шевелисты, блин. Так, что опять там? Брэд. Летучий голландец. Блин, Брэда зарезали, в смысле? Охренеть, Брэда зарезали. Так, надо что-то с этим делать. Чтоб нашего бреда не зарезали. А то это полный бред будет. О, ни хрена, куда я ушел. Опять дневничок. А я еще два дневника почитал. Брэд. Не в карты игра, да? Так, среда 18 июня. Мы в море совсем недавно. А еда мне уже надоела хуже смерти. Сегодня вечером кормили совершенно бурдой, но все лучше порошкового омлета, который был на завтрак. Бррр. Порошковый омлет, что за говно, блин. Не сомневаюсь, что коки изо всех сил стараются сделать из того, что есть что-то съедобное. Но клянусь, я убить готов за свежую еду. Дома первым делом выпью больший стакан холодного молока. Так, четверг. Почти во всех американских газетах писали о той резне Филадельфии. В голове не укладывается. Мы уплыли на край земли, чтобы сохранить мир в нашей стране. А дома тем временем люди убивают друг друга на улицах. После таких новостей хорошо бы выпить пивка, но капитан запретил все спиртное. Видать, придется ночи считать овец. Вот действительно, вот ты воюешь за свою страну, а в твоей же стране на улицах убивают просто людей, блин. Пятница. Ребята устроили в одном из грузовых трюмов соревнования по борьбе. Я выступил неплохо, но Вагдер меня в конце концов одолел. Я пошутил было, что его надо дисквалифицировать из-за размеров. Но куда там? Такого только толпой и завалишь. По крайней мере, ест он точно больше остальных. Суббота. Я уверен, что груз, который мы там везем, как-то связан с пропавшим отрядом. Кажется, им командовал сержант по фамилии Джонс. Груз мы нашли примерно там же, где пропал во время войны его отряд, ушедший в разведку. Все говорили, что Джонс везде видел выгоду. Он услышал легенду о зале со статуями из чистого золота, построенном тысячи лет назад для манджурского ребенка императора. Вот оно, манджурское золото. Так это ни хера не манджурское золото. Это нервно-паралитический хас. Говорят, что эти статуи прокляты, но это полная чушь. Не знаю, нашли ли солдаты золото, но из разведки никто из них не вернулся. Может быть, как раз сейчас они возвращаются домой. Так, вот сейчас мы якобы должны подумать, что они действительно нашли эти статуи. И действительно, молния как бы как будто проклятие оживила. И теперь вот этот вот дымок вот этот зелененький, это проклятие. Да ни хрена это нервно-паралитический газ, вот и все. Та баба... Кстати, ты не видел бабу, которая здесь появлялась. Бабеха, которая здесь уже пару раз появлялась. Она появлялась только после того, как этот Конрад увидел плакат ее. Вот. Так что все это говно, это нервно-паралитический газ просто. Нет, ты же, по-моему, применяли еще, по-моему, даже в Первой мировой войне. Но вообще, подождите, подумайте, если... Фашисты в Японии, они же нападали и на Китай. Так ведь? Оттуда же, наверное, вывозили, получается, нервно-паралитический газ. Якобы это маньчжурское золото. Маньчжура вот где находится в Китае? Какая область Китая? Восточная? Что? Что? Здесь кто-то есть! Был ведь... Ну... Какой-то звук! Ты дура! Нет, ты дура, отвечай, блин. Никого даже не было. Блин. Я точно что-то видела. Движение какое-то. У тебя в глазах движение. Вот. Крысы. Наверное, это просто крысы. Никого нет. Не смейся надо мной. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. У тебя смеюсь, да? Капец. Алекс, по-моему, самый адекватный. У него сфлис только не очень. А так, блин, со всеми более-менее. Так, здесь мы уже были. Я помню это место. Мы ходим кругами. И что делать? Развивался. А вот это да, кажется. Все вы уже видели. Платят, Джей. У нас нет выбора. Надо идти туда. Короче, нет. Это явно не мой вариант. Не лагает ли ничего вроде? Мерзкие гробы. Жутких часов. О-о-о-о, вот это мы попали. По-моему, что-то мелькнуло. Тут жутко. Ну да, тут мерзко и жутко. Надо убираться отсюда. И надо найти флис. Отлично, так чего же мы тут торчили? Прикиньте, еще и Брэд это так-то надо найти. Алло, вы не забыли про Брэда? Блин, вот зря мы сюда, конечно, пришли. Ой, зря. Так, тихо. А. Картер. Латунная табличка с именем солдата. Это секрет? Серьезно? Подожди-ка. Дневник, описывающий жизнь на корабле, содержит упоминание о слухах, согласно которым на войне. Сержант Джонс нашел древний артефакт. Дневник, в котором опоминается об офицере по фамилии Джонс в его отряде, автор подозревает, что Джонс и его бойцы лежат в гробах, перевозимых на корабле. А-а-а-а-а-а-а-а. Расписание нарядов караула найдено у входа в Triumph 3A. До субтитра экипажа был запрещен. Бортовой журнал машинного отделения. В нем описаны сильные грозы и воздействия ударов молнии на корабельные системы. А этот шторм произошел в ту самую ночь, когда был отправлен сигнал бедствия. Ну, мне кажется, это все шторм. Меню, найденное на кухне, оно распланировано по дням, и в нем стоят отметки о выполнении. Но посреди плавания отметки прекращаются. А-а-а-а, интересно, почему? Письмо любимое, написанное кем-то на корабле. В нем упоминается о том, что в грузовом трюме корабля происходит что-то страшное. Бля, оказывается, я столько секретов нашел. Выброшена газета из США, датированная 47-м годом. Очевидно, в этом году корабль и был заброшен. Письмо домой, в нем написано, что кто-то на корабле видел призраков Столько секретиков, оказывается Да Вот это ты зря Ну давай, давай, давай Опять найден секрет Шок, это вообще человек? Обалдеть, вот жесть Это вообще кто? Это хоть человек? Нет, блин, чебурашка Это чертовщина Плохая эта энергетика Короче, валим, все, уходим Да, все, уходим Да Все, как дура, блин, себе ведешь-то Ненормально просто Один из гробов открыт Тело в гробах напоминает странные гибриды людей С чем-то сверхъестественным А-а-а Там просто черепушка Блин, она Она прям вообще огроменная черепушка Что за хрень? Какие-то эксперименты, что ли, или что? Не, ну это явно два тела Просто лежат Но почему так раз Черепушка разбухла Может какая-то инфекция, или что? Я пытаюсь найти просто научное объяснение Это нервно-паралитический газ, насколько я понял А здесь, что, это вообще ребенок, что ли? Похож на детский Не хочу Пошли отсюда Да, может это малыш Дракула А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны И потом они все нападают на Конрада И съедают его Конец Куда-то вообще смотрит в потолок, блин Че, дура, нет? Зачем запирать гроб на замок? Да, кстати, вот это вообще странно Ну, чем не способ разорвать отношения? Че? Ты дурачок? Так, ну давайте сейчас испугаемся Что такое? Готовьтесь Зюх Что там? Смотри Что? Серьезно? Ты что, меня пугаешь? Че? В смысле? Может просто уйдем? Газики Это газики Все Это газики Отвечаю А че так быстро-то? Время еще даже девяти нет Кстати, сейчас будет еще один перерывчик А Я еще вот так заглядываю Блин Есть, мэм Надо помочь лизь Че, экскурсия, это же хорошо А, у нас же Брэд с Флисом Это все, хана им Откуда этот звук? Какой звук? Все, галюны пошли Да здесь идеально чисто Да, это странно А Конрад-то где? А, вот он, Чебурашкин Твою мать! Эй, сейчас не время валять дурака Я серьезно Я на пределе А, это Конрад там говорит, что ли? О боже, ты серьезно, что ли? Черт, какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? А че он как мумифицированный? Блин, я не знаю Надолго ли меня хватит здесь Просто Если здесь и есть лекар... А, вот он, лекарство Аспирин? Конрад, выпей сразу две... Эй, где он? Ээээ, к другому специалисту Чего? В смысле, к другому специалисту Мать, ты дура? Ты шо, вроде ушла Так, здесь Человек Который не человек вовсе Блин, ну и вон нахер Я не хочу на него смотреть Почему здесь все такие страшные? Конрад! Конрад! Вот! Черт! Обосраться Здесь операцию проводили, что ли? Здорово, братан Это что? Он умер от испуга? Жуть какая! Труп на чем лице застал Выражение ужаса Он выглядит так, словно умер Именно от страха На гробы... На гробы повешены тяжелые замки Новые данные Замки, вероятно, установлены для того, Чтобы никто не увидел Обезображенные трупы Может быть, конечно Может и быть так Так, подожди Так я же это видел уже Вот, да Маленький детский гроб Новый данный Это могло вызвать слухи О ребенке Призраки Ну, может быть Конечно Может быть Вы все Такой страшный Капец Давай-давай, бери Посмотрим У этого парня был аппендицит Что вполне обычно А потом Он умер от обширного инфаркта А вот это очень странно А А Че? Фред Беттс 18-й А Блин, музыка, музыка Меня напрягает Музыка Подожди-ка А, к нему тоже можно подойти, да? Братан, не шевелись, пожалуйста А вот ему вырезали А потом он умер Вообще зашибись Ну, нахер, блин, тебя Зашибись У меня мурашки уже по коже просто Я не знаю, продолжать за один стрим Кони! Кони Айленд Ты где? Кони, черт, да где же ты? Он же где-то болтал Я же слышал Где Конрад? Наверное, ушел вперед Кони! Он Кони двинул Осторожность Тихо Хочу и кричу Кони! Агрессия? Че, я ему открыл агрессию? Серьезно Особенности обновлены Агрессия, альтруизм, волнение, спокойствие Охренеть Не, ну с Джулией у него вообще все огонь С Брэдом, Конрадом и Филис Надо улучшить отношения Опа! Вот так вот Мы Уйдем на перерывчик Ой, я не знаю Три часа, конечно, уже Ну, давайте, минуточка Подождем еще Может еще часик, конечно, поиграем Я не знаю Жутко, просто жутко, конечно Опять соседи СМС ходят Заколебали уже Так Так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, Фэш, привет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, окей, окей Вроде все нормально Да Так, блин Вот так-то Погнали О, крыса, здорово А, вот и Флис с Брэдом А, нет А, он же без Брэда Она-то с ним без Брэда Он не увидел же его, получается Мы отвлекли Так, теперь за... Так, я же уже ответил Привет Я же говорил это все Это тебя, похоже, здесь не было Или что ты Отошел, что ли? Надо вовремя приходить И переходить на все стримы Тогда Можно было бы Знать, когда будут стримы И какие будут игры Эй! Казар! Не трогай! Ну что, мне понравился гаечный ключ? Че ты пристал вообще? Может, для моей малышки подойдет? Ты не знаешь, что творишь Делаешь, что он говорит, да? Так, погоди А здесь тогда что? Да тормози Ты... Ты придурок? Ты мне не дал посмотреть Капец придурок, блин Да Нужно не пускать его вообще никуда И каждый сантиметр Сразу же все осматривать Че за придурок, блин Стой Так... Так... А че туда нельзя? Странно... Да... Ты че такая быстрая и шустрая, блин? А, сюда, видимо, нельзя Так... Так... Сюда тоже нельзя Давай, побыстрее, мать! Ладно... Хватит! Выходите! Ха-ха-ха-ха... Че, серьезно? Черт Обалденно Это обалденно сейчас было Прикольно вообще Че уже с... Нет, это ты с ума сходишь Отвечай, это ты с ума сходишь Так... Ну-ка... Шляпка Посмотри НГ Медан Курс изменен? В смысле? Курс изменен? Ни хрена себе Подожди... Кухонный нож? А-а-а... Да-да-да-да-да-да И военная чистота Причем есть военная чистота, блин Что-то не особо такое, у меня курс меняется, я смотрю Что это за шум? Что ты имеешь ввиду? Замолчи, не хочу ничего слышать Скотина ты Волшер! Волшер! Я думал, ты нашел его, блин, придурок Опа, я впереди вижу газ Сейчас что-то будет Ох, я сейчас Скотина, блин Сейчас что-то будет, отвечаю Но не сразу Сейчас что-то будет, но не сразу А что? В смысле? Все в порядке, мать О боже! На нем была шапочка? О боже! Вот этот Этот парень сейчас здесь С нами Умер на корабле Там и остаешься Да ну Бред какой ты несешь Бред какой ты несешь Так, ну давайте посмотрим на него Давай еще палец в рот засунь Хм Куда подевались твои друзья? А они скоро придут Я не знаю, что за херня-то творится Но нам нужно найти Олсена Срочно! Срочно! Опа, секретик Труп на чем лице застыл вооружение ужаса Он выглядит так, будто перед смертью я чего-то прятался Прятался он на ровном месте, я смотрю, да? Головной убор, на котором напечатана надпись Различимо только слово «Медан» Часть названия корабля Ааа, «Мэн оф Медан» Это что, действительно название корабля? История болезни пациентов, в которой сказано, что он умер от неожиданной остановки сердца Ольсен! Мер! Что ты делаешь? Умой твоя рука была Отвечай, здесь была рука Так, тихо-тихо Картина, картина! В смысле? Что, придурок? Дай на картину посмотреть Вот, давайте посмотрим Вот, козлина Вот, козлина Отвечаю, блин Что, придурок? ты чё дурачок что-ли что за хрень он дурачок на картину посмотри на картину до фонарик возьми фуражечку надень и картину посмотри картина картина вот картина давай ты еще кто такой лицом к лицу что за говно да как ты здесь оказался блин придурок так слушай как ты прошел мимо него как ты вообще сюда попал и я пытался тебя догнать ну спасти все такое но потом услышал какую-то хрень и спрятался и я просто хочу выбраться на свежий воздух я тоже а чё у тебя рубашка чёрная ты чё чё а нет не чёрная странно какой-то зачем такое делать а когда там все равно ничего нет да ладно так погоди они этот единственный путь окей погнали окуляры свои убери ты мать твою обосраться охренеть что так страшно и камера такая снизу вот так вот вот болен хреново что мы здесь оказались что ничего не фреш фреш ну давай спрыгнем посмотрим что за фигня то болен здесь здесь кремаки такие неожиданные прям уж неприятно как сразу ой 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 я лучше с ним буду ходить хотя наверно там секретики да ну ладно что здесь произошло что там мать произошло но и я нифига не пойму что произошло я конечно понимаю что произошло но я ничего не понимаю что есть произошло чарльз т.п. а это парис о че ты блин здесь разлегся ой блин это так говорю же че за хрень какого хрена у меня уже начинает живот сводить отвечаю блин 232 уже капец здорово это мать да ладно а как ты так застряла я ничего не пойму как пуль это блин не пробило даже можно сказать супер все эти коридоры просто одинаковые ну по-моему ты просто хочешь по одним тем же местам подожди у нее же была оранжевая у нее майка была другого цвета какого хрена мне было оранжевая майка надо уходить надо уходить надо уходить опять но на ней уже что-то будет да написано алекс странно не отвечаю она была в другой майке в оранжевый в оранжевый всегда была в оранжевый опять а ты точно уверен вниз и топай дальше это чё это чё за прикол это чё за приколы вообще и как будто еще и во времени перемещаемся там и башка пробита и башка пробита и чё происходит вообще блин стоп да я не понял что происходит эй а ты уверена говорю это бред какой-то как что его тоже ни хера не пойму это конкретный галюные пошли лужа крови и пуля и все и больше никого это не алекс отвечаю это не алекс да блин да ладно все что ли это живое осталось нет за галюные были все что тут происходит это галюные этот же придурок живой да блин бредятина какая-то начинается просто я охренею блин чё за нахер какого чёрта блин какие-то загрузки пошли хер пойми кто куда и как хер пойми кто куда и как так давай побыстрее пожалуйста шевелись побыстрее мне страшно придурок чертов блин нет я ничего не слышу ничего не слышу на хрена прыгать то скелеты вообще повесился ну да скелеты похоже какие-то разборки а старшему помощнику фишеру сэр вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью вы отправляли радиограмму в указанное ниже время но не переключили ответя часть 10 часть 20 часть 30 часть 40 до час сорока мы принимали посторонние сообщения в эфире однако после не было принято ни единого нового сообщения возможно произошел сбой в нашем радиоположении оборудование изучать ситуацию и доложу не позже 3 часов ночи рядовой купер так надо трезвость ума сохранять отвечаю прям надо опа а я зато теперь взял у вас не должно здесь быть и я не должен вас видеть почему это не а почему смысле погоди хочу спрыгнуть это единственный вариант там высоко не высоко интересно там высоко не высоко интересно так где они погоди я чё-то новенькое нашел здесь жетон один на трупе на корабле плыли военнослужащие сша ну да это понятно записки радиста с указанием времени каждого выхода в эфир связь с кораблем была утеряна все ну ладно все так все может я должен что-то вскрыть или что я должен сделать а здесь кружок можно дать серьезно я думал нельзя вот те на блин так ну ладно это я уже видел вот дверь получается что серьезно кроме того чтобы спрыгнуть нет других вариантов серьезно что за бред я так понимаю больше нет вариантов алекс джулия джулия еды ты по его 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 вера у его решила пока курс изменен ничего полезного в грузовом отсеке корабли в ночи ясно погоди а чё попробовать еще раз нельзя ясно погнали как у меня блин отвечаю я наверно не выдержу что тут происходит не трогай только меня а все окей погнали какого хрена да какого черта я же сколько нажимал блин смысле все что флиц дохло не а и 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 в и пошли газики были охрене и чё за бред вообще происходит бред как конкретный бред просто отвечаю так есть несколько мест которые нужно посмотреть нет вот здесь есть да чё за хрень чуть такой вообще здесь что-то не так данный ушей это чё за бред по связь мормонов каких-то посвященные должны собраться в тишине не более не менее чем пятеро чистых разум и душой трое из них должна быть женщинами и двое мужчинами лица их должны быть скрыты капюшонами знаки знать что для волхва и духовного благополучия пасту прежде чем начнется весь фестиваль акрамаха мари ритуал именуемый фрискея дабы избавиться от демонов силами посвященных далее следует начертать пентаграмму после чего каждый посвященный займет свое место в одной из вершин дева принесенная морем должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы затем собравшись и должны зачитать заговор сораса с мечами в руках совсем доступным им рвением мы стоим в пятером вдали настоль близкие что можно коснуться рукой пентаграмма символ а пяти лучах великим могуществом повернувшись на 90 градусов изобразить уникурсальный пентаграмма из веры протяните меч вперед низким повернитесь градусов изобразить мечом акувернальный знак олицетворяющий почтением повернитесь лицом к северу восторженным голосом вскрикните да череп кинжал кровь дерево ну ясно это ведь тоже мне кажется галюны для нее то что она верит то есть и такую мистику все такое а пара ель здорово играть умеешь будюх нет нифига не обосралась а чё туда нельзя серьезно кува все я пошел отсюда смотри вперед дура а так сюда выйти можно андра пошли сюда здесь все в крови блин что тут происходит не за кровь действенницы черепа меня мать тебя глючит отвечаю о она кажется телепортнулась чё за звуки куда ты вниз смотришь мать все пошли отсюда или лучше еще сюда пройти нельзя сделать ничего ну-ка на стену поднимись к что за херня блин из кучи крови просто да куда ты ты дура за суда поворачивай что-то мне кажется там еще что-то было погоди мать давай сюда сперва ну конечно картина блин кто-то кого-то душит что-ли прогулка по доске вообще странно конечно давай посмотрим через есть слишком странно опа здесь что-то было по по-моему да или это ты она так не хочет до сходить это же вообще бред как офигеть она просто по крови ходит мне кажется это голеные и да рома так секует прям перед всем прям как и я пошли на свежий воздух ну прям так волосы меняются капец чё что за херня что происходит да чё с тобой а капец ее штырит просто блин что у меня все глючит опять дурочок что-ли дурочок просто и бред убежал да ладно что за дебилы я понятия не могу джулия грузовой отсек номер один от еще это олсен сплывай дуры здарова не погоди а может назад все-таки нет нифига да тихо 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 она опять что ли его будет двигать да это алекс якобы мертвый да с полипами кольцо бери кольцо кольцо бери бери якобы нашла его да ты дура ты забери кольцо то блин то что с татуировками по моему олсен влюбленные у алекса и джулии максимально близкие отношения офигенно просто эгоизм щедрость волнение сдержанность скорей может зря я так не сделала блин там якобы алекс был у нас теперь максимальное отношение из-за этого а а а а а а а а да чё со стримом то что ты в порядке это чё я щас поставлю самую низкую графику блин и все чё за бред вообще спасибо чуть не утонул надо уходить он все еще здесь этот тип чё чё еще что ли чё что выглядящая как алекс схватила нож и погнал за алексом в джулии зашибись чё ну уже бежим Надо было утопить этого скотину Мы кони вообще потеряли Да-да-да-да Гоняются за нами повсюду Беги кони, сука, беги Аликс! Джулия! Ой, беги, придурок Ой, беги Кто-то надо мной издевается Вода честная станция Заметка у Оррент офицера Найта Хм Здесь еще что-то было Или нет Опа, еще что-то Вот это будет жопа Отвечаю, вот это будет жопа просто Ты явился обратно, наконец Дюк? Дюк, вот он А, вино пошло, вино пошло Ну да, это кетчуп Это кетчуп, в общем, в принципе Сейчас Мать, да, появится Так Форма так Только для внутреннего использования заданий Человек за бортом Данные приказы Стоп машина и встать на якорь В час двадцать восемь Мне доложили, а человек за бортом Убедитесь, что все ваши подчиненные Уведомлены об этом И готовы участвовать в поисках Уильям Пи Форд Мне кажется, сколько еще до конца вообще? Да, стрёмно, не то слово, блин Она так потихоньку, потихоньку набирает обороты Это, блин, вообще Внутренний циркуляр Четырнадцатая пехотная дивизия Всем офицерам по приказу капитана Форда Офицерам строго запрещается употреблять алкоголь На протяжении всего маршрута Офицер, замеченный за распитием алкоголя Или в состоянии опьянения При выполнении своих обязанностей Будет отдан под военный трибунал Алкогольное удовольствие Будет выгнано вам позже Уильям Пи Форд Мне сейчас больше интересно Что с этой бабкой будет Которая на самом деле ведь старая Я же прав? Так, отлично, ага Опа Они издеваются Просто за идиота меня держат Да, конечно Не знаю, кто Но они надо мной издеваются Конечно, конечно Просто издеваются Конечно Нам же делать больше нечего, придурок Опа Ну давай Че за хрень Че что-то будет Он следовал собственным запретам Ааа Это Ты читал, да? И ты понял сам Все в порядке Муж капитан должен был знать Что за хрень-то творится Только он тебе сейчас ничего не скажет Девелины Ну в фильмах и играх Ну да, блин, да Есть такое, конечно Они тупенькие Но, блин, я сейчас Это Управляю ими Так что Блин Ну тут Никуда не денешься Особенно Когда-то Меня прикалывает Ооо А что это такое Интересно Вот так вот Это что такое, а? Это Это свеча Геморрони Наверное, да? Боже Так Тихо Тихо Подбери Подбери Подсвечник Сейчас опять будет вертеть Ну посмотри, а Ну посмотри А? Серьезно? Ой, да иди ты в жопу, блин Нет, чтоб взять Девелины, тупые Опа А за нами кто-то наблюдает Да, надо заглянуть за дверь Конечно Так А может А может ты бы быстрее пойдешь уже, а? Все же надо Серьезно? Так Так И как мне открыть эту сраную дверь? Пиюшка Ой, блин Я боюсь, что сейчас будет Это место Блин Ну что, мне опять подсвечник брать, что ли? Серьезно? Возьми, пожалуйста, его Увесистый Да, прикинь Увесистый Побыстрее, пожалуйста, иди Дебилина Мне страшно Здорово, мотовьи Ой, блядь Ой, блядь Ой, блядь Ой, блядь Ах ты ж, блин, я не успел Опа Я не успеваю, вот серьезно Я не успеваю, блин Из ржавчины она собирается, серьезно? Тихо, 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 держись Братан Ломай руку, ломай, 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 ломай Уф, блин Мне его футболка салемская не дает покоя Отвечаю Капец, она телепортируется Так, бежать, бежать, только бежать Че, особенности обновлены? Тревога, хитрость, опромечивость и безрассудство Класс Я пытаюсь спасти безрассудство, блин Беги, братан, беги подальше просто Только не говори, что она уже идет за мной Куда я забрался? Не, ну ты не можешь так Ну че за бред? У нее борода еще Это Папай Отвечаю, это Папай, блин Постарел конкретно Папай Конрад, Конрад, Конрад Его уже зовут Блин, как я успеваю так, а? Только давайте быстро Десять кутая подряд Уф, это прикольно Ооо, а вот это хреново Мать, ты страшнее Минута от минуты, блин Девочку из звонка уже напоминает, блин, просто Или голума Это голум, голум, голум Здорово, голум 93-летний Не, не, противостоять Противостоять Прыгать не надо Ты разобьешься, дебилин Вот, пожалуйста, стукнул Тревога, промечивость Безрастутство И хитрость Вот, вот у нее Оранжевая майка А та баба, которая ходила с Брэдом Она была в синий Нет, у них такие тупые эмоции Бывают очень ненастоящие Просто капец А, сейчас же за этим придурком Как думаешь, за час Закончим, нет? Черт, побери Да я тебя ненавижу, тварь Блин, зря я нож взял Отвечаю, блин Подождите Там сзади был в галстуке Чувак Это хранитель Отвечаю, блин Это хранитель Так Бежать Ой, ты дебил, блин Ох, хана Получилось Опа Конрад Что происходит? Джул, как жизнь? Уйди с дороги! Да, Джул, как жизнь, блин Вот, правильно, правильно Молодец Опа, я курс изменил Смогли убежать от кого-то Кто выглядел как Алекс Это Олсен Это был вроде как Олсен Так, у меня пока что Си-пятер у меня живы Бежим Нужно укрыться У меня пока что Си-пятер живы Флиз хотя бы здесь настоящий Здесь безопасно? Да ни хера Сойдет, наверное Че, как жизнь Че, как жизнь Нет, Конрад Отойди О, че, как жизнь Ты там был Я тебя видел О, привет Я тебя видел Похоже, мы внезапно Приблизились к миру Духов Нет, к невропаралитическому газу Мы приблизились Ясно У меня компотик закончился Что происходит? Да Как-то прекратить Как спасти жизни Ваших несчастных безбилетников? О, сбежать? Узнаете Надеюсь Хотя предыдущие пассажиры судна Так ничего и не поняли Ну да Они тупенькие были Ночью было много смертей Да, я видел Позвольте помочь вам Дать подсказку Ну давай Не хочу спойлеров Ну что ж Как бы сказать Здесь могут быть Замешанные силы Близкие к науке И даже может быть К политике, понятно? Я в самом начале говорил Что это нервно-паралитический газ От немцев Вы, может, уже кое о чем догадались? В самом начале дебилина Что все и вся Может оказаться Совсем не тем, чем кажется Надеюсь, это поможет Вам разве не интересно Что обо всем этом думают ваши бедолаги И как в будущем избежать Ненужных трагедий Не знаю Не знаю Давай Скоро поговорим Давай Что, просто нужно, чтобы у них мозги появились И все, чтобы они догадались Что это не чертовщина, блин Это просто нервно-паралитический газ Открытая палуба Ну это хрен, что она открытая Да не уйди Да не уйди Знаешь Я бы сказал Звучит не так уж и безумно Я что-то видел Какую-то Старуху Старуху Полоумную Ровесницу динозавров И все бы ничего Но она просто взяла и исчезла Потом взяла и появилась А потом опять взяла и исчезла Там Ходили Какие-то чудища С его лицом С лицом Алекса Это было ужасно А графику я сейчас понизил Вот прям на минимум Потому что Из-за видимо долгого использования У меня начинает проседать FPS И начинает уже Ну не то что FPS А кодировщик уже перестает справляться Я уже и битрейт повысил Чтоб нормально передавала У меня даже некоторый пропуск кадров И получился Немного Вот У меня так-то стабильно Ну не стабильно Когда был прям на ультра Я ставил У меня там Ну Колебли Были колебания От 90 до 140 FPS Вот И потихоньку Я снижал каждый час Потому что Я не знаю Кодировщик уже вообще не справлялся Так Ты ведь знаешь Я знаю просто Так Погодите Окей Этот корабль не просто жуткий А какой-то совсем уж жуткий Сечете мысль? Мне кажется Перевод наш русский Гаверный получился Потому что даже когда вот Олег взял таблетки для Конрада Типа Типа аспирин Она сказала К другому специалисту? Не Она просто Он сказала А к специалисту? Чё? Нет что Например Он ушел к другому специалисту Или он Ушел к специалисту? Не знаю Может было как-то эмоциональнее Блин Тут явно что-то происходит Мне кажется В оригинале куда лучше Что мы знаем наверняка В чём уверены? Где золото? Видели золото? Что-нибудь? Пора признать Что никакого золота Вот Я же говорю Нет 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 Так Что произошло на этом корабле? Вот Не знаю Вот Да Подозрение Это не корабль-призрак Нет Грязь Вонь Всякая жуть Грязь Вонь Это понятно Вот реально Всё время Волосы дыбом Да блин Стревоженность Что случилось с экипажем? Куда все делись? Такое чувство Что мы в большом Плавучем гробу Это правильно А дропы откуда? Идут в комплекте? Они выглядят так Будто умерли от страха Мы знаем больше Чем раньше Это уже кое-что Мы тратим время Надо действовать Прямо сейчас Пора отсюда сматываться Без крышки Вентиляции Мы далеко не уйдём Дюк не заведёрся Погодите Тут же наверняка Есть радиовышка Можно её Задействовать cesso Но ты уверен Что она ещё работает? Нужно как-то туда подняться Кстати, я снизил А, вот, да, проседает немножечко графика Я на самое низкое поставил Поскольку уже кодировщик вообще не справляется Ну да, по-моему мы, короче говоря, в полной заднице Брэд, лучше бы ты не сидел, а шел бы за мной Дебилейно, братик Это гильза? Гильза, кого-то они стреляли От зенитного пулемета Оружейная гильза, найденная рядом с корабельным пулеметом Из орудия стреляли Да, ну иужели? План водоочистной станции Кто-то обозначил на нем разные военные подстройки Эта станция была прикрытием для военной базы Мне кажется, опять я что-то упустил Блин, а если найти все секреты Вот сколько нашел секретов, блин Не сосчитать так быстро Так, мой дебил Так, а где зенитный пулемет? А, вот он, зенитный пулемет Ясно Да, он еще быстро ходит, блин Как черепаха, но быстрый Он быстрый, как черепаха Так и хочется сказать Мы черепашки-ниндзя Класс Пригодились бы, если б не дырки Ой, блин, тура Чего стоишь, пугаешься Подожди, ты же была впереди вроде Мокнут под дождем, бедолаги Так, тормози Здесь надо что-то еще найти Поискать что-то Что-то мне хочется здесь поискать Кстати, как тебе видос по ГТА? Нашли выход? Увы, нет, но Я буду искать Я еще по ТАПСу кучу всего записал Уже прям реально с голосом И это Ты что, летчик, что ли? Эй, эй, эй Подними Подними, я сказал А по ТАПСу С лучником который Инструкция по использованию противогаза Прежде чем помогать другим с надеванием маски Убедитесь, что ваша маска плотно прилегает к лицу Если вы обнаружили газ Или услышали сигнал газовой тревоги Не паникуйте Сохраните спокойствие И громкий голос на подаче сигнал ГАЗЫ Я пугну Вот так Чтобы предупредить опасность всех вокруг Задержите дыхание Наденьте сумку противогаза Разместив ее под левой рукой Перекиньте на плечную лямку сумки над правым плечом И пристегните ее к сумке Застегните поясной ремень сумки на поясе Снимите каску Поднесите маску к лицу двумя руками Сначала натяните маску на подбородок Затем натяните ее на лицо А, ну это как бы Блин, чтоб тебя Короче, маска надевается вот так вот Противогазная С ТАПСом, что ли? А че, ГТА, наверное, вышли слишком длинный, да? И скучный Наденьте ремни на голову, да Удалите из-под маски газ Который мог попасть под нее Закройте выпускной клапан И резко выдохните Затем выдавите из-под маски Ставшийся воздух руками Так, чтобы маска плотно прилегала к лицу Не доставляя при этом неудобств Проверьте противогаз на герметичность Плотно сжав гофрированный шланг И вдохнув Маска при этом должна сморщиться Если маска не сморщилась Возможно, она надета неплотно Возможно, она надета неплотно Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу Затем снова вдохните, прижав шланг Потратите действия до сих пор, пока маска не начнет морщиться на вас при вдохе Чтобы убедиться в ее герметичности С голосом лучше А это В чем проблема Я Adobe Audition пытался установить Но это говно все время Блин, у меня, короче Антивирус вечно удаляет Попытаюсь, конечно, еще найти Adobe Audition Но пока что У меня там просто очень сильно заглушал Звук самолетов Ну, как бы, сам понимаешь В аэропорту звук самолетов Это, как бы, все понятно Что он реально заглушал Эй! Мне нужна помощь! Да вот мы сможем поняться Хочется, вообще капец Я уже 5 час играю А ты что думаешь, я Premier Pro покупал, что ли? Ты что? У нас Premier Pro у меня все нормально Конечно, крякнуты качаю Все мои программы это пиратки Даже Cinema 4D пиратка Че, я, блин, сумасшедший, что ли, чтобы покупать? А то поудишь, я попытаюсь какой-нибудь еще другой найти Ну, а мне нужен такой же 2018 года Потому что Драйвера потом ругаются Потому что я как-то установил Photoshop 19-го года И Premier Pro 18-го У меня Premier Pro просто полетел Я не мог нормально монтировать Очень часто ругался Просто жесть Тихо-тихо, не падай, дебилина Поэтому нужно именно устанавливать Если в пакете Adobe То либо полный сразу пакет Либо по отдельности Но одного и того же года Потому что Драйвера там по сути одинаковые И Да, здесь я бежала за Конрадом Ничего не будет ругаться Так, а здесь все тупик или че? Еще есть че-то Плис Ответь мне, плис Скотины Даже ничего не ответил Просто Мне только этого Блэкфейса не хватает Блин, еще Сюда Да, помогите мне, пожалуйста Тут можно пройти Давай-давай-давай-давай Еще Еще немножечко Давай-давай О, молодец В смысле, актриса, что ли? Блин, актрису я, конечно, не знаю Я знаю вот Конрада У Лили Хиггс он снимался Как этот Как Айсмен Так, ну давайте Сперва сюда зайдем Что за хрень здесь? Нормально, трупы Они уже не осматривают Им уже на трупы насрать Картина, 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 картина А кто? Он себя убьет? Капец он придурок Шальная пуля Она ни черта не шальная Блин Опа, ни хрена Ща увидим Да, хрена? Нет Вы нашли радио? Пистолет Дура, блин А По-другому быть не может Воже, что-то шумит Это путь? Что-то тут не так Если идти в Сан-Франциско То не таким же маршрутом Как будто пытались Отвести всем глаза Типа прядки Только в океане А там Сан-Франциско Да, находится Морская карта Интересно Это тоже секрет, нет? Не, я смотрел на нее Просто Что с ней не так? Ты имеешь в виду То, что она темнокожая? Или что? Карта с маршрутом корабля Корабль направлялся Из Китайской республики В Сан-Франциско Да это и так Дураку было понятно Блин, что Так, там, кажется, радио А что он белый? Точнее, чистый Карабль снесло с курса Была сильная облачность Сильный шторм Сообщение с затоплением В грузовом отсеке номер 2 Нагречительные удары молнии Дрейф на мелководье Местоположение неизвестно Отсутствует информация О рельефе морского дна Установить глубину невозможно Начаты поиски члена экипажа Выпавшего за борт Поиски прекращены За 8 минут, блин Плотная облачность Установить местоположение не удалось А, ясно Да, она, конечно, сладенькая Такая, прям вообще Но она наглая тварь Которую я терпеть уже не могу Так, погнали, чё? А я нашёл радио А я радио нашёл Я радио Я радио Я радио Ой, чё, чё за бумага? Да, ужас какой Бедолага Скопытился прямо во время эфира Сигнал бедствия Радиоконтакт фрагментарный Пытаюсь передать Всё с азбукой морз И много мертвых Среди экипажа Не позавидуешь Ай, дай За доллар Он раскрыл Мне свои секреты Я нашёл 25 секретов Я половину секретов Нашёл Это круто Это мне нравится Что, опять секретов? Записка корабельного радиста Радист вышел в эфир Чтобы отправить После сигнал бедствия Лётный план спасательного А, ну это же было уже А чё оно новое Показывает на то, что Нифига не новое А, вот штурманские записи О плавании Корабль был сбит С курса шторма Ну, мне кажется Им просто не повезло Смотрите Смотрю Не может быть Оно до сих пор работает Да ладно Да ладно Радиостанция мало Отличается от современных Если подключить к сети Сейчас попробую О, работает В нем до четверга В нем до четверга Военная чистота Попросим помощь Эй Эй Меня кто-нибудь слышит? Алло Курс изменен Указания. Мы на грузовом судне. Большом, заброшенном. Опять курс изменен. Алло, алло, вы меня слышите? Ну же, прием! О, снова тут. И че, блин? Класс. И че? Дыра окровавленная. Заценили. Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Скажу честно, от меня там будет маловато толка. Пойду я, разумеется. И я все сделаю. Идти должен я. Да, блин, мудрые мои охренели, блин. Думаю, ты служил повышай. Будешь средним братом? Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру. О, я кто метафоричен. А не на фотку пулемета. Че болтает? Серьезно. Ну, что скажешь? Фрэш. Блин, Несси справишься? Ну? Если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь. Честно. Эй, эй. Раз Джулия сказала справиться, то справится. С Брэдом получше, с Конрадом, флис я вообще капец ненавижу. Альтруизм, спокойствие, агрессия, неуверенность. Че-то все, блин. Ты и я. Опять курс изменен. Да елый павел. Ээээ, все? Они сдохнут? Блин, вроде живы. Нижняя палуба, зашибись. ой дурочка ты порезалась кости целы все на месте все целы мы в норме нормально что будем делать нам надо найти генератор если запустим его запустим и огонь опять разделились скафандр а фига себе этот фонарь ты первый ой циклов мы пошли а он быстро ходит слушать и этаж пройти нет дура ты почему не проходит а ясно он слишком жирный блин я кажись там что-то пропустил рядовой чарльз андерсон находясь в увольнении при волне трезвом состоянии и свое поведение поручил звание американского военнослужащего рядовой андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим по мнению офицера произведшим произведшего арест ссора могла перерасти публичную драку и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль окей понял а нет погоди не понял 10 дней в карцере охренеть ему основательно крышу снесла нормально так 10 суток в карцере побудь к чё за хрень там доклад офицера медицинской службы встречи ученого x у олтора бишопа и ствол тома палмера сержант петербург наблюдатель за встречу с нашей командой говорит что мы можем научиться друг у друга того же западный мир но разве защищен от соединенным штатами известно что определенные агентства изучают введение химической биологической войны я же говорю это нервно-паралитический газ наши действия ограничены женевским протоколом и хотя эксперименты мы не можем боли на 5 отпустил я ненавижу такое отправлен управление точнее да он какую-то особенную клавиатуру заказал по сути описывает исследование проходившие во время у них испытывалось действие на лиле галлюциногенов с кристаллической структурой под годовым названием манчужское золото это просто кодовое название химические боеприпасы в бою очень быстро стало даже относительно кратковременная вызывательная галлюцинация людей очень убедительные подопытные видят и слышать то чего нет на самом деле даже было сразу много опасных факторов сильнейший ужас но я же говорю а так ты в итоге заказал какой-то другую или чё опа турма блин мы так ни черта не мать отойди пожалуйста ты все-таки это будущая жена моего брата не надо ко мне лезть гапт вахта 27 неделя понедельник артур миллер рядовой мелкая кража одни сутки карцера в шкафчике миллера были найдены вещи старшего офицера еще возвращены владельцу среда дэвид дэвис рядовое нарушение режима доступа двое суток карцера обнаружено в грузовом цехе 3а без права находиться там и повиновение приказом пятница рядовой первый класс луис бренд пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте одни сутки карцера обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег своим поведением порочил звание американского военнослужащего роберт ритт пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте одни сутки карцера обнаружен в нетрезвом состоянии в увольнении на берег своим поведением порочил звание американского военнослужащего так окей давайте посмотрим они это все изучают чтобы потом понимать знаешь что за хрень ты несешь но при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований серьезно вот уж нет вовсе нет сказала так то первое погрузилась заткнись хотят умничать блин сколько здесь читать капец им пациента джон паттерсон рядовой старая болезнь диагноз умеренный невроз утрата трудоспособности является результатом проступка наступила при исполнении служебных обязанностей имела ли место до поступления службы нет состояние в данный момент годник военной службе вряд на продолжительность временная рекомендации пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача и виться на прием через неделю факты таковы сегодня в лазаре пришел на прием рядовой паттерсон на осмотре я заметил признаки сильного стресса и паники причем они же наблюдали всего этого солдата в карауле на этой неделе это блин капец я попросил паттерсона прийти сегодня ко мне так как полагаю что его паник сопровождается яркими тревожными воспоминаниями ранее ему давалось продолжить продолжить нести службу так как после караульной вахты симптомы угасали он заявляет что эти симптомы для него крайне нетипичны физически здоровый молодой человек 25 лет без известных медицинских показаний и с хорошим послужим списком во время приема он смог успокоиться тесты на речь реакцию память и принятие решений пройдены нормально до паттерсон отметил что другие дни симптомы не проявляются на сон аппетит они не повлияли диагноз сильные панические расстройства подозрения на боевую психическую травму окей понятно я даже не видел где он там валялся а я даже не видел капец да наверное сын кого-то из экипажа это получается дни не того сын был это видимо а ты уже там нифига ты быстро погоди чего-то у нас ничего так болен тут такой корявый блин опять спрыгнуть сколько можно прыгать уже блин ладно спрыгивай других вариантов нет иди посмотри смотри там внизу хочу там внизу генератор машина отделения самое место и блин не озвучиваются все субтитры лестница обрывается кажется я могу стой ты в порядке посеком или босиком босиком это хотя бы в кетах блин самое более менее нормально мать чего смотри там это стой ты не видела ау так и значит у меня у тебя нет значит так вот что я думаю этот корабль вез манчжурское золото ну то есть на самом деле опасные реагенты верно и тут везде этот странный туман на всем корабле может это манчжурское золото и может она сводит нас с ума понимаете в смысле я точно видел какую-то хрень которая казалась такой реальной но вдруг ее не экипаж был чем-то до смерти напуган ничего не было не на самом деле это все галлюцинации а с упавшим самолетом это никак не связано смысл может и был контакт может они наладили связь в общем как вариант о боже ладно идем дальше так где-то чего который должен был себе застрелить я видел это мотостроить моторостроительный завод ван линдена роттердам нидерландо дизельные двигатели 1734 год 20 это вообще ни черта ничего не говорит но им это оказывается что-то говорит они это понимают я не понял это все вокруг что ли идет так мать погоди что-то не совсем понятно через надо делать о посмотри это ребризер а че они сделали они с нашей яхты притащили а ну наверно там есть немного смеси на пару минут стоит его брать он тяжелый он будет нам мешать давайте ка возьмем все таки ты с ума сошла пол корабля затоплен он может спасти нам жизнь давай возьмем все таки что за бред мне кажется Опа! Здорово! Че ты делаешь, а, придурок? А, ну газ опять идет, да. Все больше и больше газа. Опа! Тихо, тихо! Моя, ну, это я, кто пришел. Моя, ну, это я, кто пришел. Получилось. Это вообще, конечно, просто жесть. Зачем он ее убил? Надо очень осторожно. Он же больной на всю голову. Согласен. Лучше держаться подальше. Да. Да, согласен. А где эта хрень? Да. Черт. Подойдем. Мы разделимся. на хрена разделяться же почему так смешно да 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 тихо спокойно чтобы не делиться вы оставите меня здесь но капитан здесь блин че серьезно немножечко не успел поторопился поторопился ну блин конечно эти двери способны выдерживать много но блин конечно без вариантов спрятаться он все равно найдет блин бежать конечно опа никто из вас не изменится я даже не думал изменяться братан тихо 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 вот так ладно ладно не меняйся без проблем братан вообще руки я только попью братан тихо спокойно все хорошо нормально все а как мне пить то я не меняюсь братан все хорошо да и д попить и никто не пострадает думаете я хотел убиваться у меня просто не были выборы кого убивать нас я прав я же прав вот опять опять все переменилось что что изменилось назад невестник туман что здесь нет туман не вдыхайте не вдыхайте туман Почему нельзя вдыхать туман давай давай почему нельзя вдыхать как он действует она хотя бы в кедах нормально джулию я тоже не думаю это немного просто поторопился в разговор чего ты меня приказываешь вы выходе задержали ну-ка ладно хорошо да там и правда что-то такое было вода нет мы задержали дыхание мы не вдыхали мы задержали дыхание ясно ну думайте я куплюсь мы здесь уже много часов все это время не дышали и сейчас не дышите я не душу я только выдыхаю он во мне да 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 все правильно нет нет я его не вижу с тобой все в порядке никакого тумана нет нет хватит брать вы все видите его во мне вы просто врете туман внутри у него рука движется да вы видели как у бреда просто рука двигалась а фонарик висел в воздухе на месте да это вообще конечно ты дебил пистолет возьми сколько пистолет возьми так секундочку я просто хочу посмотреть сколько до конца секундочку так это красотка на корабле а может финал уже сразу да ладно тут до финала тут до финала 20 минут что ли нет погоди ты смотри ка у него начинается по-другому слушайте а игра кажись реально очень разнообразная тут 19 минут осталось офигеть ну прям к 11 как раз а 24 июня если я не ошибаюсь жди возле радио зачем иду на уровень ниже может там есть полезное оборудование постараюсь недолго подожди меня здесь я тоже буду здесь придется на как это ты мог потише например что опять сердцебиение что ли да чтоб тебя да чтоб тебя ты заколебал меня опять блин поторопился крышка трамблера у них босса я его видел лишь говорю он здесь этот хранитель я же говорил он здесь он за всем этим наблюдает я интересно купленов это видел нет сейчас скотина нападет у меня кутэшки придется нажимать до мне помню таки право что вы прямо эти наличие она пойдет до наверно это мы и слышали типа дверь выбил что ли господи что это какая разница нам нужна крышка трамблера какая разница как нельзя умереть можно а если ты по-моему сам скидываешь людей как-то неправильно примет принимаешь решение вот смотри к алекс тоже не босиком а это дура босиком чё чё такое только если ты сам их убьешь по сути ну если там кто то стоял чё за хрень обалдеть тут что то есть не что то кто то опять туман а 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 и я туда не допрыгнул алекс я поищу другой путь а так нельзя было сразу да подожди все трое получается а но я знаю что здесь нет такой надпись я знаю да я молоду что я хочу вот всех спасти например а у нас все противники как бы сдохли так честно сохранять трезвость разума это бойлер на или чает опа еще один дохляк но ваше перемещение будет ограничено что осложнит поиски джонса ваша основная задача очевидна на дополнительной задачей на месте является обнаружение джонса с группой и утрачение их домой будьте бдительны и принимайте все меры для обеспечения личной безопасности родина полагается на вас генерал генрали резнер армия сша а я наоборот читал совершенно секрет город том волтер по данным разведки сержант джонс и 5 бойцов и из его взвода пропали во время развед операции в районе водочистной станции нам не удается установить контакт с группой ситуация критическая неизвестно попали ли они в плен и вообще живы ли последняя известная позиция вблизи станции у него рука дрожит он уже вывернул всю руку наизнанку последняя известная позиция вблизи станции далее связь была потеряна станция хорошо охраняется вас будет ждать разумеется но ваше перемещение будет ограничены ясно украшка надо взять обязательно крыса дикие блин ах ты скотина блин класс 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 кто ж знал что там кутаешка будет блин кто ж знал что там кутаешка будет блин агрессия давай агрессию агрессия я не попал блин нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Тебе это кажется, не надо, не надо так Не надо себя резать Вот так вот, да, да, да Правильно Вот так вот, да Правильно Ну блин, ну, я не знал, что там КТЭшка будет Я таки нажимал, держать, блин А там, окажется, КТЭшка была А я опять нажимал на эту же кнопку, блин В смысле? Черт, 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 черт Тут было два варианта, либо себя, либо ее Так тут был вариант, либо ты себя, либо ты ее Тут было два варианта А, да? А, я так мог, оказывается Ну вот У меня так и не получилось Капец Я думал, это только при выборе Блин Да, сошлось все так хорошо и под конец я просрал пиц Блин, езуха Ну что Дюков Милан Сдох И больше вариантов нет Да, я так думаю У нас пара дней Если не соберем дождевую воду Я надеялся умереть как-то более Стильно Я че, типа, я в итоге вообще всех просрал, что ли? Нет, все-таки, все-таки нет Все-таки Не, ну смотри Из друзей я всех сохранил Ладно, из друзей Она Капитан, которая нахер нам не нужна вообще Мы не друзья Вот Мы просто ей заплатили Все Я друзей всех спас Все Все Я друзей всех спас Она капитан, которая нахер нам не нужна Блин Противогазы надевайте Курсы с меня Ну а как еще? А я все пытался попадать В этой кутыешечке сраной Блин Вот в эти вот ограниченные места Блин Нас же этому учили А в итоге нужно было вообще ничего не делать Если бы играл на клава мыши Я бы вообще всегда попадал И все Не понимаете Правда Какое там было безумие Как будто Мир Сошел с ума Я видела Алекса Но это был не Алекса А Кто-то другой Но он выглядел как Алекс Он смеялся надо мной Смотрел на меня И смеялся Хотел сделать больно Я пережил свой худший кошмар Не, ну согласитесь Меня преследовала красивая женщина А я хотел только удрать подальше У меня выжило больше чем у купленного Согласитесь Козел, захвативший яхту Думал там золото Он хотел золото Вот и все В смысле Там были существа Живые трупы Я спидрал Обалдел Так нельзя Я могу проспидранить За полтора часа Наверное Но если мы ничего не прочитаем То в принципе Это не получится Я отнюдь не ханжа Если девушка за Я ломаться не стану Но это Вблизи она Ну Не заводила Короче Понятно Больше того Глушила мотор напрочь Вообще Она мертвая Че он болтает Маньчжурское золото Оно оказалось Совсем не таким Как мы представляли Если они не будут читать Это все Они не поймут То есть они не дойдут До этого Блин Я реально ее зарезал Три точных удара К тому же Три точных удара Блин Уф Ну елки-палки А ролик то исполняла Можно получается Пожалуйста Вот и все Конец игры Свободны Ну пока что Но вы всегда Можете попробовать Еще раз Остарается добиться Большего Да пошел ты Блин Впечатляет Выжили почти все Ну да Ну больше Чему поклинули Больше Чемок Крышка Распределитель Бум У тебя весело Доскатина Все дело в решениях Не так ли В решениях Принятых В спешке В панике Принятых Не разумом Но сердцем Или наоборот Решениях Решениях Последствия Вообще Там будут Проявиться Не сразу Но они Безусловно Проявятся Всегда Есть Последствия Пошел ты Ясно Укуплено Вообще Двое Сдохли Конрад Что нужно До встречи Может В литл Хоуп А может Быть Где-то Еще Но Знаете Мы Встретимся Это Неизбежно Так Смысль Они Уже Вот так Вот Проспойлер Или Следующую Часть Которая Конечно Уже Вышла Но Не А так Он все-таки Сидит За Своем Что Происходит Хорош Это Что Было Вообще Ну Ну Да Он Сидит Конечно А В Смысле Серьезно Так Я Думал Он Как бы Ненастоящий Я Думал Что Он Просто Сейчас Скажу Я Не знаю Что Они Показывали Это Я Думал Он Просто Воздух Чикает Ножом Я Просто Думал Что Это Воздух Вот И Все Я Даже Не Думал Что Там Может Быть Какой Настоящий Человек Серьезно Я Не Думал Об Этому Что Это Просто Какой Воздух Который Чикает Ну Ладно Туда Ладно Сюда Блин И Даже Не Думал В том Что Это Будет Человек Серьезно У меня И В мыслях Даже Не Блин Если Бо Я Думал Что Там За Этим Может Скрываться Действительно Человек То Конечно Все Трое Сдохли И Конечно Я Думал Что Это Она Не Она А Кто Из Наших Друзей И Конечно Я Бо Тогда Вообще Не Трогал Ни Себя Ни Ее Но Я Думал Что Это Просто У него Глюки Не Проецируется На Настоящего Человека Я Думал Что Это Просто Воздух И Все Как Это Как Меня Как будто Кто Бил Вот Флис Кто Тянул На Сам Дели Там Не Было Человека Это Был Воздух Хотя Вроде Как Тоже Реально Тоже Ее Цепляли Вроде Как Я Тоже Так Думал Так Оказывается Был Человек Я Что Тогда Думал Что Я Устал От Игры Блин За Пять Часов Я Даже Не Думал Об этом Серьезно Вот Укупленного Сколько Выжила The Dark Pictures Это Называлось Man of Medan Но У него Этот Пырнутый Это Живой Еще Пырнутый Живой Он Живой Не Убил Один Там Остал А Почему У нас Он Живой У нас Он Мертвый А Здесь Живой Вот И Все Конец Игры Свободны Ну Пока Что Но Вы Всегда Можете Попробовать Еще Раз Клянусь Я Рассказала Все Что Знаю Я Не Видела Бреда Там Был Только Псих В Капюшоне И Все Он Был Придурок Но Псих В Капюшоне Кстати У Нас Не Был Он Был Добрый Как Был По Идиот Ски Он Не По Ступал Он Хотел Как Лучше Что Звуком Он Был Как Большой Щенок Вечно Всех Смешил Это Она Про Конрада Ну Вот У Него Выжило Трое Двое Друзей Которые На Сам Дели Не Поженились Здесь У Него И Он По Моему Ни С Кем Максимально Вот Так Вот Не Повысил Как Бо Свои Отношения А я Максимально Повысил С Джулией Муж Жена Все Делая Только Блин Теперь Ее Муж Лежит Сидит В тюрьме За убийство Зашибись Блин Вообще Охрененно Я Вроде Как Спас Но Блин Он Теперь Сидит В тюрьме Вообще Зашибись Блин Потом Что Что Еще Подождите А это Концовка Была Вот Сейчас Подождите Вот Сейчас Была Только Что Концовка Только Что Была Концовка Но Прикол Был Не В том Что Он Сидит Там же Опять же На Корабле Якобы Все Это Себе Представив Что Это Были Галлюцинации И Прикиньте Они Все Еще Там На Корабле А Он Якобы В тюрьме Это Все Себе Представил И Кричит Может Они Все Еще На Корабле Может На Сам Деле Этого Ничего Не Было И На Сам Деле Они У Меня Все Еще На Корабле Прикиньте Если Это Так И На Сам Деле Я Абсолютно Никого Не Спас Вы Прикиньте Если Это Так Это Просто Жесть Будет Просто Я У Него Не Вижу Вообще Толком Концовки Может Быть Что За Вот Я Видел Это Нападение Какой Внезапный Независимость Да И Концов Я Мога Не Посыл Они Вдвоем Что Ли Прилетели Серьезно Да Кстати У него Двое А у Нас То Ли Пятеро Вы Че Вдвоем Прилетели Серьезно Вы Че Ебалыхи Какие Тоже Двоем Прилетать Литл Хоп Ну Через Полтора Месяца Когда У меня Закончится Xbox Game Pass Это Игра По Xbox Game Pass Там Она Бесплатная Так 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 Он Смотрит Секретики Все Эту Херню Смотрит А Возможности Особые Возможности Какие у меня Открыты Особые Возможности Вот у него Всего Лишь Три А Это Оран Камедан Назывался Серьезно У меня То же Самое История Антологии Жанре Хоррор Короткометраж Документальный Фильм Поистующий Об истории Антологии В жанре Хоррор Изображать Дрочкой Интервью С Шоном Эшмаром Создание Хранителя А у меня Тайный Оранг Медан Первая Часть Открыта А у него Нет Хе-хе-хе Первая Часть Комикса У него Вообще Комикс Неоткрытый И Нике Разработчика Обсуждение Создания Хранителя А вот Этого Говняка Да Ну ладно Ясно Так Че он Тут Еще Делают Тайный Фильм Повествующий Об истории Антологии Жанре Хоррор Одиночной Гре Так Понимаю Перепосмотреть Сцены Какие-то Выбор Выбор Сцену Вот Эту Не скажу Куча Сцен То есть Я тупо Могу Красотка Ха-ха-ха-ха Красотка То есть Я могу Что-то Посмотреть Еще Что-ли Как Убьет Как Не Убьет Но У меня Смотрите У меня Все Трое Сдохли Давайте На этом Заканчив Прикольный Граф Будем Ждать Выхода Следующий 2020 Там Что-то Будет Другое Их очень После завтра Думайте Урну Скорее всего Будет Финал Вот Потом Скорее всего Опять Вольфенштейн Потом Star Wars Jedi Fallen Order Вот Это Все Будет Идти Вот Мы Должны Это Все Закончить Потом Dishonored Потом Dishonored А я видел Что-то играл Dishonored Да Это Ну Ты же Смотрел Менов Медан От Купленова Согласись У меня Просто Куча Всего Другого Вышло То есть У меня Много Чего Другого У меня Брэд Выжил Вот У меня Конрад Выжил Потому что В принципе Борьбы С Олсоном Не было Олсон у меня Сам умер От этого Сердечного Приступа Единственное Блин У меня Я пропустил КТЭшку Потому что Я не ожидал Ее там Вообще Абсолютно Я просто Опять нажал На Вот этот РТ Сейчас Покажу Нет Не сюда Вот сюда Я опять Нажал на РТ Она уже Была На Х Нажал РТ А потом Опять РТ Оказывается Там Кутэшка Появилась И Она Засчитала Мне За нажатие Другого Абсолютно Другой Кнопки Поэтому Как бы Трамблер Трамблер Рухана Вышла И Потом Еще Я действительно Думал Что это Воздух Оказывается Это Была Флиз Я что Знал Что Ну Главное Я как бы Спас Всех Друзей Вот Хотя Один Оказался В тюрьме Это Вообще Бред А может Я вообще Никого Не спас Вот Последняя Сцена Меня Что-то Настораживает Как будто Я вообще Никого Не спас Куда Они До сих пор На корабле Все Это Вообще Странно Конечно Вот Ну Как бы Олсен Сдох Дэни Его Потикали Но Почему-то Один раз У меня Дэни Дэни Сдох А у Купленова До сих пор Был живой Че за Бред Может Если бы Мои Все Джулия Блондиночка По-моему Это Мне кажется Если бы Мы все Уплыли То Дэни До сих пор Был бы живой Ведь они Могли бы Еще Кого-то Найти Они Сколько Ждали Дэни Мог бы Там Опять Начать Шуметь Они Должны Были Прочесать Весь Корабль Почему-то Про Дэни Ни Слово Мне кажется Они до сих пор На корабле Мне кажется Я Нихера Никого Не спас Мне кажется Они до сих пор На корабле Отвечаю Блин Я Больше Склоняюсь К этому Чем Если там Кто-то Выжил Офигеть Куплено Все-таки Что-то Выложил Капец Конечно Пойду Навер Похабу И посмотрю Че там Вон Таких Хоррор Нам Не нужны Что за Хрень Это Интересно Ладно Завтра Вольфенштейн Будет Виза Волт Блад Мы В замке Вольфенштейн Гуляем И так И будем Мне кажется По территории По замку Вольфенштейн Таких Гулять Я Кстати Забыл Сколько На Подлительности Так Сколько Времени У него Больше Вольфенштейн Интересно Возможно Это Очень Прям Старые Записи Потому Что Скорее Всего Запись У него Такая На самом Деле Он Играл При Большом FPS Но Неправильно Монтировал Рендер Неправильно Делал Потому Что Я Где-то Видел Запись Как Он Говорил Что Оказывается Он Очень Долго Время Неправильно Монтировал То Ему Хесус Подсказал Как Правильно Монтировать Как И Правильно Показатели Выставлять Чтобы Было Все Правильно От Этого Тоже Много Зависит Ну Примерно 9 часов Тоже Наверное Где-то С 3 На 3 Выйдет Вот Так Золот Блад Потом Будет Зеню Колосс Потом Зен Блад А Я Как Изначально Сразу Пытался В Пример Про Понять Искал Там Все Вот Эти Вот Видео Там Как Правильно Монтировать Все Как Правильно Выставлять Какой Битрейт Выставлять При Каком Разрешении А он же Очень давно Этим Занес И Как Бы Тогда Обучающих Видео Не было Ничего Этого Не было Поэтому Была Фигня Полная Хотя Смотрели Набирал Подписчиков Как У тебя Блин Сейчас Таким Я не могу Набрать Он С таким Говном Набирал Я Нихера Понять Могу Я Блин Еще Пишу По Поводу Рекламы Никто Мне Не Отвечает Никто Абсолютно Мне Все Игнорят Абсолютно Я Не Понимаю Почему За что Меня Игнорят Ни Да Ни Нет Хоть Кто Нибудь Сказал Нет Мы Не Будем Вас Рекланировать Или Да Давайте Обсудим Вообще Никто Абсолютно Что До Странник Опять Со Скидкой Что Все Рано Дороже Чем В Epic Game Store На Рас Скоро Я Куплю Там Несколько Игр Кроме Киберпанка Потому Что Киберпанк Спокойно Можно Играть Нет Он Делал Он Как Рассказывал На Сходке Он Где-то Около 30 Тысяч По Могу Потратил На Рекламу А я Пытаюсь Пытаюсь Хоть Кому Нибудь Попросить Рекламу Никто Мне Не Отвечает Что Мне Делать Я Не Понимаю Абсолютно Где Мне Подать Рекламу Куда Мне Подать Рекламу Раз Никто Не Отвечает Смешно Тут За 300 Рублей Спокойно Могут Сделать Мне Тут Начинаешь Фигни Нести Я Понимаю Что Ты Якобы Шутишь Но Это Вообще Фигня Ладно Что Будем Заканчивать Я Не знаю Попытаюсь Хоть Кого Нибудь Донайти Блин Чтобы Рекламу Сделать Я ХЗ Найду Не Найду Блин Несет Ладно Где Трекламу Будь Мне Хотя Бо Полторы Тысячи Нужно Брать Я Через Партнерку Потом Начну Нормально Сам Они Не Смогут Уже Мне Помогать Я Даже Тысячи Никак Не Могу Набрать От Меня Все Отписывается Подписывается Подписывается Отписывается Подписывается Подписывается Что за Прикулы Блин Меня Серьезно Это Задолбал Ладно Давайте Будем Заканчивать Всем Кому Понравилось Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал На Групп Добавляйся Друзья Ссылочки Сепси Не Подстрелим Также На Тик Ток И На Инстаграм На Инстаграм Подписывайтесь Обязательно Я Уже Даже Не Буду Толком Делать Посты Во В Вконтакте Потому Что Я В основном Посты Делаю В Инстаграме И Там Это Там Куда Чаще Выходят Посты В Принципе Твой Фишечный Пок Ладно Увидимся Завтра Короче На Стрим Фигово Я Много Чего Интересного Выкладываю Хотя Мог бы Просто Посмотреть Там Один Пост Уже Немного Так Залайкали Неприятно Так Ладно Давайте Ребят Увидимся Завтра Всем Удачи Всем Пока Так Так Продолжение следует Продолжение следует